Глава двенадцатая Могуля. — Меня-то наверняка перещеголяешь. Впрочем, если хочешь знать, ни много ни мало девятнадцать дам слушали меня, затаив дыхание, хотя есть некоторая робостью, когда я говорил о довольно-таки кровавых аспектах нашей общественно-полезной работы. Очень милые дамы. И вопросы они задавали деликатные, несущественные. А ответы мои наверняка бы пришлись по вкусу нашему высокому начальству. — Этого достаточно? Мартинсон кивнул и, смахнувся с толокрошки, достал блокнот. — Расскажу с самого начала. Без девяти девять у дежурного зазвонил телефон. Он переключил разговор на меня, поскольку выезда опергруппы не требовалось. А я, как он знал, сижу в управлении. Не задержись я на работе, он бы попросил перезвонить завтра утром. Звонил некий Польсон. С Туры Польсон. Как называется его должность, я толком не понял. Но фактически он в ответе за морг лунской судмедэкспертизы. Правда, морг у них теперь как-то иначе именуется. Ну, ты понимаешь, о чем я. О холодильнике, где хранят трупы в ожидании вскрытия или похорон. Около восьми Польсон обратил внимание, что одна из ячеек приоткрыта. Подошел, выдвинул ящик и обнаружил, что труп исчез, а на его месте лежит реле. Он немедля позвонил вахтеру, который дежурил днем до него. Люд его фамилия. Тот совершенно уверен, что в шесть, когда он закончил смену, труп был на месте. Значит, пропал он где-то между шестью и восьмью. В морге есть задняя дверь, ведущая во двор. Осмотрев ее и обнаружив, что замок взломан, Польсон тут же позвонил в Мальме и известил полицию. Дальше события развивались очень быстро. Полицейский патруль прибыл через пятнадцать минут. Когда же они узнали, что пропавший труп был доставлен из стада на судмедэкспертизу, то сказали, чтобы Польсон связался с нами. Что он и сделал. Мартинсон отложил блокнот в сторону. В общем, поиски трупа задача наших мальмирских коллег, но в известной мере это касается и нас. Валандер задумался. Ситуация крайне странная и вдобавок пренеприятная. С каждой минутой в нем нарастало беспокойство. Надо полагать, мальмирские коллеги не забудут про отпечатки пальцев, сказал он. Я даже затрудняюсь определить, какой категории преступлений отнести похищение трупа. Может быть, к самоуправным действиям или к нарушению покоя усопших. Правда, не исключено, что ребята не воспримут случившееся всерьез. Слушай, Нюберг, наверное, зафиксировал отпечатки пальцев на подстанции. Мартинсон ответил не сразу. По-моему, да. Позвонить ему пока не надо. А вот мальмирским коллегам надо бы сказать, чтобы поискали отпечатки на реле и в холодильнике. Прямо сейчас? Думаю, да. Мартинсон пошел звонить. Валандер налил себе кофе и попытался осмыслить происшедшее. Появилась связь, но совсем не такая, как он думал. Возможно, это все-таки странное истечение обстоятельств. В его практике бывали подобные случаи. Но что-то подсказывало, что на сей раз все обстоит иначе. Кто-то вломился в морг, чтобы похитить труп, а взамен оставил электрическое реле. Валандеру вспомнилось замечание Рютберга, высказанное много лет назад, когда они только начали вместе работать. Преступники зачастую оставляют знаки на месте преступления. Иногда нарочно, а нередко и по ошибке. Это не ошибка, думал он. Никто по чистой случайности не таскает с собой здоровенное электромагнитное реле. И не забывает его в холодильнике морга. Здесь явно рассчитывали, что реле обнаружат. И едва ли оставили его как знак для патолога-анатомов. Знак оставили для нас. Есть и второй вопрос. Зачем похищать труп? Конечно, покойников, принадлежавших к разного рода сектам, и на раз похищали. Но Тинес Фальк вряд ли участвовал в подобных организациях. Хотя, понятно, полной уверенности тут нет. И объяснение, в общем-то, напрашивается только одно. Труп похитили, желая что-то скрыть. Вернулся Мартинсон. Нам повезло, сказал он. Реле сунули в пластиковый пакет, а не просто бросили в угол. Отпечатки пальцев? Ищут. Никаких следов трупа? Никаких. Свидетели есть? Похоже, нет. Валандер рассказал, о чем размышлял, пока Мартинсон ходил звонить. Мартинсон согласился с его выводами. Реле не случайность. Труп похитили, намереваясь что-то скрыть. Сообщил комиссар и о визите Энендера, и о телефонном разговоре с женой Фалька. Я не воспринял это вполне всерьез, признал сон. Судмедэксперты знают свое дело. Похищение трупа вовсе не означает, что Тинес Фальк был убит. Резонный аргумент, подумал Валандер. И все же мне трудно помыслить иной мотив похищения, кроме боязни, что обнаружится подлинная причина смерти, сказал он. Может, он что-нибудь проглотил? Валандер поднял брови. Что, например? Алмазы, наркотики, да мало ли что. Прозектор бы нашел. Что же делать? Кто такой Тинес Фальк? Дело мы не возбуждали, а потому не занимались ни им самим, ни его жизнью. Однако Энендер взял на себя труд прийти в управление и усомниться в причине его смерти. В разговоре со мной жена Фалька сказала, что он чего-то опасался и что у него было много врагов. Возможно, этот человек далеко не прост. Мартинсон поморщился. Компьютерный консультант с кучей врагов? Так она сказала. И никто из нас ее не расспросил. Мартинсон принес с собой папку со скудными материалами касательно Тинеса Фалька. — Детей мы не опрашивали, — сказал он. — Мы вообще никого не опрашивали, поскольку считали, что он умер естественной смертью. — Мы и сейчас так считаем, — уточнил Валлендер. — По крайней мере, эта версия не менее возможна, чем любая другая. Зато нельзя не признать, что имеется связь между ним и Соней Хёкберг, а может, и Эвой Персон. Почему бы и не с Лунбергом? Верно, может, и с Лунбергом. В любом случае, не приходится сомневаться, что Тинес Фальк был мертв, когда Соню Хёкберг сожгли. То есть убить ее он не мог. — Если, несмотря ни на что, принять версию, что Фалька убили, то его убийца мог разделаться и с Соней Хёкберг. На Валлендера с новой силой накатило раздражение. Они натолкнулись на что-то совершенно непонятное. — Нет, — снова подумал он, — в основе тут что-то другое. Надо копать глубже. Мартинсон зевнул. Валлендер знал, что в это время он обычно спит. — Вопрос в том, далеко ли мы так продвинемся, — заметил он. — Не наше это дело разыскивать сбежавший труп. — Надо бы глянуть на квартиру Фалька. Мартинсон подавил очередной зевок. Он жил один. — Начнем с этого, а потом с женой его потолкуем. С бывшей женой, а не в разводе. Мартинсон встал. — Пойду домой, посплю. — Как у тебя с машиной? — Завтра будет готово. — Подвезти тебя? — Я еще посижу. Мартинсон не уходил, топтался у стола. Я понимаю, ты расстроен. Из-за фотографии в этой газете Валлендер пристально посмотрел на него. — Каково твое мнение? — О чем? Виноват я или нет? — Пощечину ты ей дал, это ясно. Но я думаю, все было так, как ты говоришь, что и сперва она кинулась с кулаками на свою мамашу. — Я для себя все решил, — сказал Валлендер. — Если мне повесят выговор, я уйду. Он удивился собственным словам. Мысль уйти в отставку, если внутреннее расследование закончится не в его пользу, до сих пор даже в голову ему не приходила. — Тогда мы поменяемся ролями. — Как это? — Мне придется убеждать тебя остаться на службе. — У тебя не получится. Мартинсон не ответил, взял папку и ушел. А Валлендер остался. Немного погодя, в кафетерий зашли двое полицейских из ночной смены, кивком поздоровались. Валлендер рассеянно слушал их разговор, один из них подумывал купить к весне новый мотоцикл. Сварив себе кофе, полицейские ушли. Валлендер снова был в одиночестве. Он не отдавал себе в этом отчета, но в голове мало-помалу формировалось некое решение. Он посмотрел на часы почти полдвенадцатого. — Вообще-то надо бы подождать до завтра. Но его подгоняло беспокойство. Незадолго до полуночи комиссар вышел из управления. В кармане лежали отмычки, которые обычно хранились в нижнем ящике стола. До Апельбергсгаттен он дошагал за десять минут, дул слабый ветерок, но температура немного выше нуля. Небо затянуто тучами. Город казался необитаемым. Лишь несколько тяжелых трейлеров проехали мимо на пути к паромам, следующим в Польшу. Валлендер подумал, что как раз в этот полуночный час умер Тинесфальк. Время было указано на окровавленной банковской выписке в руке покойного. Он постоял в тени, глядя на дом номер десять по Апельбергскаттен, на верхнем этаже, где жил Фальк, темно, на следующем тоже, а вот ниже светилось одно окно. Валлендер вздрогнул. Как раз там он однажды заснул в объятиях чужой женщины, вдрызг пьяный, так что даже не понимал, где находится. Нащупав в кармане отмычки, он помедлил, то, что он собирался сделать незаконно, да и не нужно, мог бы подождать до утра и затребовать ключи от квартиры, но его донимало беспокойство, к которому он относился с уважением. Оно возникало только, когда интуиция подсказывала, что надо торопиться. Дверь подъезда оказалась не заперта. Он не забыл прихватить из конторы карманный фонарик в подъезде по темке, комиссар прислушался, потом осторожно двинулся вверх по лестнице, пытаясь вспомнить тот раз, когда был здесь в компании чужой женщины. Но образы памяти исчезли без следа. Вот и верхняя площадка. Две двери. Квартира Фалька направо. Он снова прислушался, приложил ухо к двери слева, ни звука. Зажал в зубах фонарик, достал отмычки. Будь у Фалька замки с секретами. Ему бы пришлось отступиться. Однако замок был один и самый обыкновенный английский. Не очень-то вяжется. Со словами жены подумал он, что Фальк чего-то опасался, что у него были враги. Все это не иначе, как вымысел. С замком он проволандался дольше, чем ожидал. Пожалуй, потренироваться не мешает не только в стрельбе. Он ведь вспотел даже. Пальцы какие-то неуклюжие, отмычки неудобные. Но в конце концов замок все же поддался. Он осторожно открыл дверь, прислушался. На миг ему почудилось в темноте чье-то дыхание. И тотчас все стихло. Он вошел в переднюю и осторожно закрыл за собой дверь. Входя в незнакомую квартиру, комиссар первым делом всегда обращал внимание на запах. Но здесь, в передней, вообще ничем не пахло. Словно квартира только что построена, и в ней еще никто не жил. Он взял это на заметку и с фонариком в руке осторожно двинулся вглубь помещений, готовый к тому, что там все-таки может кто-то обнаружиться. Убедившись, что квартира пуста, разулся, задернул все шторы и только тогда зажег лампы. Телефонный звонок застал комиссара в спальне. Он вздрогнул. Звонок повторился. Он затаил дыхание. Где-то в темной гостиной включился автоответчик, и он поспешил туда. Но сообщения не оставили. Просто положили трубку. Кто звонил? Среди ночи. Покойнику. Валандер подошел к одному из окон, выходящих на улицу. В щелку между шторами осторожно глянул наружу. Ни души. Всмотрелся в густые тени. Никого. Включив лампу на письменном столе, прошелся по гостиной. Потом встал посреди комнаты, огляделся по сторонам. «Итак, здесь жил человек по имени Тиннес Фальк», — думал он. Рассказ о Фальке начинается с чисто прибранной гостиной, где царит идеальный порядок, без малейшего намека на хаос. Кожаная мебель, морские пейзажи на стенах. У одной стены стеллаж с книгами. Комиссар подошел к письменному столу. Там стоял старинный морской хронометр. Зеленый бивар пуст. Возле антикварной керосиновой лампы из керамики ровным рядком разложены ручки и карандаши. Он прошел дальше, на кухню. Возле мойки кофейная чашка. На столе, покрытым клетчатой клеенкой, лежал блокнот. Валандер зажег свет, прочел. Балконная дверь. «Пожалуй, у меня и Тиннеса Фалька есть кое-что общее», — подумал он. «Оба держим на кухне блокнот». Он вернулся в гостиную, отворил балконную дверь. Закрывалась она туго. Значит, Тиннес Фальк не успел ее поправить. Опять прошел в спальню. Двуспальная кровать застелена. Он присел на корточки, заглянул под нее. Только пара домашних туфель. Открыл шкаф, выдвинул ящики комода. Повсюду идеальный порядок. Снова вернулся в гостиную к письменному столу. Под автоответчиком была брошюра с инструкцией. К счастью, перед уходом из управления он и пластиковые перчатки догадался захватить. Проштудировав инструкцию и уверившись, что сможет прослушать мигающий автоответчик и не стереть записанные звонки, нажал кнопку воспроизведения. Первый звонок был от некоего Янны, который спрашивал, как самочувствие, но время звонка не сообщил. Следующие два раза. Автоответчик записал лишь чье-то дыхание. Потом некий портной из Мальмё доложил, что брюки готовы. Валандер записал название мастерской. И снова кто-то молча дышал в трубку. Это был тот самый звонок, который недавно слышал Валандер. Он еще раз прослушал пленку. Интересно, смогут Нюберг и его криминалисты определить, один ли человек трижды дышал в трубку. Положив инструкцию на место, скользнул взглядом по столу. Три рамки с фотографиями. На двух снимках, скорее всего, дети Фалька, сын и дочь. Парнишка лет восемнадцати сидел на камне среди тропического ландшафта. Валандер перевел ему фотографию «Ян, 1996 год, Амазония». Наверное, звонок на автоответчике был от сына. Дочка помоложе сидела на скамье, а вокруг мельтешили голуби. На обороте надпись «Ина», Венеция, 1995 год. На третьем снимке группа мужчин на фоне белой стены. Фотография нечеткая, никакой надписи на обороте. Валандер выдвинул верхний ящик стола, где нашлась лупа, внимательно рассмотрел лица. Мужчина разного возраста. У левого края человек азиатской наружности. Комиссар отставил фотографию, задумался, но зацепок не было. Он сунул снимок во внутренний карман. Потом поднял бивар, там обнаружился вырезанный из журнала кулинарный рецепт «Рыбное фондю». Просмотрел содержимое ящиков, всюду образцовый порядок. В третьем ящике лежала толстая тетрадь в кожаном переплете, на котором красовалась надпись золотом «Вахтенный журнал». Он взял тетрадь в руки, открыл, перелистал. В воскресенье, 5 октября, Тинес Фальк сделал последнюю запись в этом своем дневнике. Отметил, что ветер поутих, температура воздуха, 3 градуса тепла, небо ясное. Кроме того, он убрал квартиру, потратив на это 3 часа 25 минут. На 10 минут меньше, чем в прошлый раз. Валандер намурчил лоб. Запись насчет уборки озадачила его. Последняя строчка гласила «Вечером короткая прогулка». Комиссар удивился. Фальк умер у банкомата сразу после полуночи, уже 6 октября. Получается, что он, совершив одну вечернюю прогулку, пошел прогуляться еще раз? Он глянул на запись от 4 октября. Суббота, 4 октября 1997 года. Весь день дул порывистый ветер. По данным ЖГМИ, 8-10 метров в секунду. По небу мчались рваные тучи. В 6 утра температура составляла 7 градусов тепла. В 2 часа дня поднялась до 8, а вечером упала до 5. В пространстве сегодня пусто, бесприютно. Никаких сообщений. Ка на звонки не отвечает. Все спокойно. Валандер перечитал последние фразы. Непонятно. Загадка, истолковать которую ему не под силу. Перелистал страницы. И за дня в день Фальк записывал погодные условия. Кроме того, упоминал о пространстве. Иногда там было пусто. Иногда он принимал сообщения. Но что за сообщения, понять невозможно. В конце концов, он захлопнул тетрадь. Есть тут и еще кое-что странное. Хозяин дневника нигде не упоминал имен. Даже имен своих детей. В целом, речь шла о погоде и об отсутствии либо наличии сообщений из пространства. При этом он с точностью до минуты указывал, сколько времени потратил на воскресную уборку. Комиссар положил тетрадь на прежнее место, в ящик. Нет, все-таки с головой. У этого Тиноса Фалька, похоже, не все в порядке. И дневниковые записи наводили на мысль о маньяке или душевно больном. Валандер встал, снова подошел к окну. Улица по-прежнему безлюдна. Время уже второй час ночи. Он вернулся к письменному столу, продолжил осмотр ящиков. Тинос Фальк учредил акционерное общество, где был единственным акционером. В одной из папок нашлась копия устава. Тинос Фальк консультировал по поводу новоинсталлированных компьютерных программ и занимался их модификацией. В чем это заключалось, Валандер не очень-то уразумел. Однако отметил, что в списке клиентов значился целый ряд банков, а также Сюткрафт. Ничего особенного обнаружить не удалось. Комиссар задвинул последний ящик. Тинос Фальк из тех, кто не оставляет следов, подумал он. Все в образцовом порядке, все безлико, чисто прибрано, лишено эмоций. Я его не вижу. Подойдя к стеллажу, Валандер обвел взглядом полки. Художественная литература в перемешку со специальными изданиями на шведском, английском и немецком. Вдобавок чуть ли не погонный метр стихов, но угад он взял какую-то книгу, страница разрезанной. Книгу явно читали и перечитывали. Он заметил несколько толстых томов по истории, религии и философии, а еще книги по астрономии и руководству по ужению лосося. Отошел от стеллажа, присел на корточки возле музыкального центра. Собрание дисков тоже весьма пестрое. Оперы, кантаты Баха, альбомы Элвиса Пресли и Бадди Холли, а еще записи звуков из космического пространства и с морского дна. Рядом стойка со старыми долгоиграющими пластинками. Валандер удивленно покачал головой. И тут и Стив Малнквист, и саксофонист Джон Колтрейн. На видео несколько кассет с фильмами. Один об аляскинских медведях, другой, выпущенный НАСА об эпохе Челленджера в истории американской астронавтики. В середине стопки затесался порнофильм. Валандер встал, колени ломило. Опять никаких зацепок. Никаких взаимосвязей не нашлось. Тем не менее, он был уверен, что они существуют. Каким-то образом убийство Сони Хергберг связано со смертью самого Тиннесса Фалька и с пропажей его трупа. А может быть, есть связь и с Юханом Лунбергом? Он вытащил из кармана фотографию, поставил ее на место. Никто не должен узнать о его ночном визите сюда. Если у жены Фалька есть ключи, и она впустит их в эту квартиру, совершенно незачем, чтобы она обнаружила исчезновение снимка. Валандер погасил свет, отдернул шторы, прислушался, потом осторожно открыл дверь. Отмычки не оставили царапин. На улице комиссар немного постоял, огляделся по сторонам. Никого, тишина вокруг. Он зашагал к центру. На часах было двадцать пять минут второго. Он не заметил тени, которые бесшумно следовало за ним на некотором расстоянии. Глава тринадцатая Разбудил Валандера телефон. Он мгновенно вынырнул из сна, будто просто лежал, дожидаясь звонка. Снял труппу и посмотрел на часы. Четверть шестого. — Курт Валандер? — осведомился незнакомый голос. — Да, я. — Извините, если я вас разбудил, я не спал. — Зачем врать о таких вещах? — подумал Валандер. — Что зазорного в том, что в пять утра человек спит? — Я хотел задать вам несколько вопросов по поводу жестокого обращения. Валандер тотчас забыл про сон. Сел в кровати. Звонивший назвал свое имя и газету, для которой работает. — Как же я не сообразил, — подумал комиссар, — что с позаранку могут позвонить журналисты. Не надо было снимать трубку. Если бы он срочно понадобился коллегам, то перезвонили бы на мобильник, на номер, который до сих пор удавалось держать в тайне от посторонних. Но теперь отступать поздно, придется отвечать. Я уже объяснил, что жестокое обращение тут ни при чем. — Значит, по-вашему, фотография лжет? Она говорит не всю правду. — Тогда расскажите. — Не могу, пока идет разбирательство. — Хоть что-нибудь вы, наверное, можете сказать? — Я уже сказал. Жестокое обращение тут ни при чем. Положив трубку, Валандер быстро выдернул телефонный шнур из розетки. Перед глазами, как наяву, стоял газетный заголовок. Наш репортер звонил напрасно. Полицейский упорно молчит. Он снова откинулся на подушке. Фонарь за окном раскачивался на ветру. И его свет, проникающий сквозь шторы, метался по стене. Когда телефон разбудил его, он видел какой-то сон. В сознании медленно всплывали образы. Осенью минувшего года он ездил в Эстергетланд на шхеры. Его пригласил в гости человек, который жил на одном из островов и занимался доставкой почты в шхерах. Познакомились они в ходе расследования из числа самых сложных в практике Валандера. Полный сомнений он принял приглашение и поехал. Ранним утром его высадили на одном из островков внешних шхер, где скалы поднимались из воды, как окаменевшие доисторические чудовища. Он прошелся по скудному клочку суши, испытывая странное чувство глубокого и отчетливого постижения. Мысленно он часто возвращался к этим уединенным минутам, когда лодка стояла на якоре в проливе, ждала его, и не раз желал вновь пережить все, что чувствовал тогда. Подсознание явно пытается о чем-то мне сообщить, думал он. Только вот о чем? До без четверти шесть он лежал в постели, потом встал, включил телефон в розетку. На термометре за окном пять градусов тепла. Порывистый ветер. За кофе он еще раз обдумал случившееся. Между нападением на таксиста, смертью Сони Хёкберг и тем человеком, на квартире которого он побывал ночью, возникла совершенно неожиданная связь. Он мысленно перебирал события. «Чего же я не вижу?» — думал он. «Здесь есть общая основа, но я не могу ее нащупать. Какие вопросы мне нужно поставить?» В семь он сдался. Единственный из многих важных вопросов нужно решать в первую очередь. Эва Персон должна наконец сказать правду. Почему они с Сони Хёкберг поменялись местами в ресторане? Кто был тот парень? Почему они, собственно, убили таксиста? Как она могла узнать, что Сони Хёкберг нет в живых? Вот четыре вопроса, с которых необходимо начать. Пора в управление. На улице оказалось холоднее, чем он рассчитывал. Не привык еще, что настала осень. И ругал себя, что не оделся потеплее. На ходу заметил, что левый ботинок промокает. Остановился, глянул на подметку, прохудилась. Только этого не доставало. Яростно подумал он, с трудом обуздав желание скинуть ботинки и идти дальше босиком. Вот и вся награда за долгие годы полицейской службы. Пара худых башмаков. Случившийся рядом прохожий удивленно покосился на него. И Валандер сообразил, что говорил вслух. Добравшись до управления, он первым делом спросил у Ирены, кто из его сотрудников уже на месте. Как выяснилось, Мартинсон и Ханссон. Валандер попросил прислать их к нему в кабинет. Но тотчас передумал, лучше встретиться в одной из комнат для совещаний. А заодно попросил направить туда же Анбрид Хёглунд, когда она появится. Мартинсон и Ханссон пришли одновременно. — Как доклад? — спросил Ханссон. — К черту доклад! — сердито буркнул комиссар. И сразу же пожалел, что сорвал на Хансоне свое раздражение. — Извини, устал я. — А кто не устал? — сказал Ханссон. — Сил нет читать такое. В руке у него была газета. Надо бы сходу оборвать этот разговор. Не досуг вникать, что там Ханссон вычитал в газете, но он не сказал ни слова, молча занял место за столом. — Министр юстиции выступил с заявлением, — продолжал Ханссон. — В настоящее время осуществляется необходимая перестройка работы полиции. Реформа сопряжена с большими сложностями и требует напряженных усилий, но полиция теперь на правильном пути. Ханссон в сердцах шваркнул газету на стол на правильном пути. Что она имеет в виду? Мы топчемся на перекрестке, не зная, куда идти. Приоритеты все время меняются. Вот как раз сейчас это насильственные преступления, изнасилования, преступления, в которых замешаны дети, и экономические преступления. Но кто бы знал, что станет приоритетом завтра? — Дело не в этом, — ставил Мартинсон. — Все меняется так быстро, — вообще трудно сказать, что в данный момент не попадает в разряд приоритетов. А поскольку нам вдобавок приходится на всем экономить, пускай тогда командует, чем можно пренебречь. — Для меня это не новость, — сказал Валандер. Но кроме того, я знаю, что на нас тут, в Истаде, висят тысяча четыреста шестьдесят пять нерасследованных дел, и не имею ни малейшего желания увеличивать их количество. Он хлопнул ладонями по стулу в знак того, что с сетованием покончено. Мартинсон и Хансен, безусловно, правы, ему ли не знать. Однако вместе с тем он понимал, что надо стиснуть зубы и продолжать работу. Может, вся штука в том, что он в конец вымотался, и уже не в состоянии протестовать против постоянных перемен в полиции, которые вот-вот перекроют им воздух. — Вошла Анбрид Хёглунг, ну и ветрище, — сказала она, снимая куртку. — Осень на дворе, — отозвался Валандер. — Итак, начнем. Вчера вечером кое-что случилось, и это резко меняет ход расследования. Он кивнул Мартинсону, и тот доложил об исчезновении трупа Тиноса Фалька. — Это что-то новенькое, — сказал Хансен, когда Мартинсон умолк. — С пропавшими трупами мы раньше не сталкивались. Резиновый плод, помнится, пропал, было дело, но чтоб покойник... Валандер поморщился, он тоже помнил, что резиновый плод, который прибило к берегу в Мосбю, по неведомой причине исчез прямо из управления. — Анбрид посмотрела на него. — Стало быть, должна существовать связь между человеком, скончавшимся у банкомата, и убийством Лунберга? Ну, это же сущий абсурд! — Да, — кивнул Валандер. — Но никуда не денешься. Придется теперь работать, учитывая и эту возможность. Полагаю, также всем ясно, что будет нелегко. Мы думали, у нас тут весьма жестокое, но раскрытое убийство таксиста. Затем все начало рассыпаться прямо на глазах, когда Соня Хёкберг сумела сбежать и была найдена мертвой на силовой подстанции. Мы знали, что некий мужчина скончался от инфаркта возле банкомата, но дело решили не возбуждать, так как ничто не указывало на преступление. Эта версия и сейчас не исключается. Затем пропадает труп, а в пустую ячейку холодильника кладут электромагнитное реле из тех, что используется, на трансформаторных подстанциях. Валандеру молк, думая о четырех вопросах, которые сформулировал нынче утром. Ему вдруг стало ясно, что начинать надо совсем с другого. Кто-то вламывается в морг и похищает труп. С большой долей уверенности можно предположить, что сделано это в стремлении что-то скрыть. Одновременно в холодильнике оставляют реле. Оно не забыто и не попало туда по ошибке. Похититель трупа хотел, чтобы мы его нашли. Что, в свою очередь, может означать только одно, заметила Анбрид. Валандер кивнул. Кто-то хочет, чтобы мы связали Соню Хёкберг с Тиннесом Фальком. — А вдруг след ложный? — возразил Хансон. — Может, кто-то прочел о девушке? — Ведь просто так реле в сумке таскать не будешь. — Разбираться будем шаг за шагом, — перебил Валандер. — Пусть Нюберг установит, откуда это реле, не стоили самой подстанции. Если да, то дело ясное. — Не обязательно, — сказала Анбрид. — Возможно, след символический. Валандер качнул головой. — Думаю, я все-таки прав. Мартинсон стал звонить Нюбергу, остальные тем временем сходили за кофе. Валандер рассказал про репортера, который ни свет ни заря поднял его с постели. — Ничего, скоро угомонятся, — сказал Анбрид. — Надеюсь, ты не ошибаешься, но сам я далеко не уверен. Они вернулись в комнату для совещаний. — Две вещи, — сказал Валандер. — Эва Персон, то, что она несовершеннолетняя, более не имеет значения. Ее надо допрашивать со всей серьезностью, без скидок на возраст. Этим займешься ты, Анбрид. Тебе известно, какие вопросы самые важные, и ни в коем случае не отступай, пока не добьешься правдивых ответов. — Отговорки нас не устраивают. Еще час, а они составляли план следственных мероприятий. Неожиданно Валандер сообразил, что простуда прошла. Силы понемногу возвращались. Около половины десятого все разошлись по своим делам. Хансон и Анбрид исчезли в коридоре. Сам Валандер и Мартинсон отправятся на квартиру Тиноса Фалька. У комиссара вертелось на языке, что он уже был там, но он сделал над собой усилия и смолчал. Водилась за ним такая слабость. Иногда он не рассказывал коллегам обо всех предпринятых им шагах. И давно уже оставил надежду когда-нибудь покончить с этой привычкой. Пока Мартинсон договаривался насчет ключей от квартиры Тиноса Фалька, Валандер пошел к себе в кабинет, прихватив газету, которой Хансон шваркнул об стол. Полистал, нет ли там чего о нем самом. Нашлась лишь маленькая заметка о том, что некий полицейский с большим профессиональным опытом подозревается в жестоком обращении с арестованной несовершеннолетней. Имя его не упоминалось, но он снова почувствовал прилив негодования. Собираясь отложить газету, комиссар случайно скользнул взглядом по странице с объявлениями о знакомствах и начал рассеянно читать. К примеру, разведенная женщина, которой только что сравнялась пятьдесят, и которая чувствовала себя очень одиноко с тех пор, как дети выросли. В качестве увлечения она указывала путешествие и классическую музыку. Валандер попробовал представить себе, как она выглядит, но лицо, возникшее перед внутренним взором, принадлежало женщине по имени Эрика. Он познакомился с ней год назад в загородном кафе под Вестервиком. И временами думал о ней, сам не знаю почему. С досадой он швырнул газету в мусорную корзину. Но буквально за минуту до появления Мартинсона вытащил, вырвал страницу и сунул в ящик стола. — Жена Фалька подвезет ключи прямо на место, — сказал Мартинсон. — Прогуляемся или на машине поедем? — Поедем. У меня ботинок дырявый. Мартинсон взглянул на него с интересом. — Как думаешь, что бы сказала по этому поводу стокгольмское начальство? — Мы уже внедрили систему полицейских шаговой доступности, — отозвался Валандер. — Следующий этап — босоногие полицейские. Поехали на машине Мартинсона. — Ты вообще как? — спросил Мартинсон. — До хреново, — ответил Валандер. — Думаешь, будто ко всему привык, а на самом деле ничего подобного. За долгие годы службы меня в чем только не упрекали, разве что лень в вину не ставили. — Думаешь, будто со временем обрастаешь этакой защитной коркой, но и это неправда. По крайней мере, защита не настолько прочна, как хотелось бы. — Вчера ты имел в виду именно это? — Вчера. — Ну да, когда сказал, что уйдешь, если тебе повесит выговор. — Не знаю, но сейчас я не могу об этом думать. Мартинсон понял, что Валандеру действительно не хочется продолжать разговор. Они как раз подъехали к дому номер десять по Аппельбергсгаттен. Возле припаркованной машины стояла женщина, ждала их. — Марьяна Фальк, — сказал Мартинсон. После развода она оставила его фамилию. Он уже хотел открыть дверцу, но Валандер задержал его. — Ей известно о случившемся. — О пропаже трупа. — Кто-то явно успел ее проинформировать. — Какое впечатление ты вынес из разговора с ней? Твой звонок удивил ее? — Думаю, нет, — помедлив ответил Мартинсон. Они вышли из машины. Женщина, стоявшая на ветру, была очень хорошо одета. Высокая, стройная. Она смутно напомнила Валандеру Мону. Они поздоровались. — Похоже, она встревожена, — подумал комиссар и тотчас насторожился. — Тело нашли? Как такое могло случиться? Валандер предоставил отвечать Мартинсону. — Конечно, случай весьма прискорбный, — промямлил он. — Прискорбный, — возмутительный. Для чего, собственно, существует полиция? — Хороший вопрос, — вмешался Валандер. — Но сейчас не ко времени. Они вошли в дом, поднялись по лестнице. Валандеру было чуточку не по себе. Вдруг он все-таки что-то забыл здесь ночью. Мариана Фальк, шедшая первой, ступила на верхнюю площадку и замерла, показывая на дверь. Валандер отодвинул Мартинсону в сторону и увидел, что квартира не заперта. Замок, который он прошлой ночью долго и аккуратно, стараясь не оставить следов, скрывал отмычкой, грубо взломали. Дверь была приоткрыта. Он прислушался. Мартинсон дышал ему в затылок. Оружия у них нет. Комиссар колебался, потом сделал знак спуститься площадкой ниже. — Возможно, в квартире кто-то есть, — тихо сказал он. — На всякий случай, надо вызвать подкрепление. Мартинсон достал мобильник. — Вам лучше подождать в машине, — сказал Валандер Мариане Фальк. — Что случилось? — Потом. — Идите в машину. Она пошла вниз. Мартинсон разговаривал с управлением. — Сейчас приедут. Оба стояли, не шевелясь, ждали. Из квартиры не доносилось ни звука. — Я предупредил, чтоб сирены не включали, — шепнул Мартинсон. Валандер кивнул. Восемь минут спустя по лестнице поднялся Хансен, а с ним еще трое полицейских. Хансен был вооружен. Валандер позаимствовал пистолет у одного из полицейских. — Пошли, — скомандовал он. Они сгруппировались на лестнице, и перед дверью Валандер заметил, что рука, сжимающая пистолет, дрожит. Ему было страшно. Как обычно, когда случиться могло что угодно. Он поймал взгляд Хансена, потом осторожно толкнул дверь ногой и окликнул, нет ли кого в квартире. Ответа не последовало. Он повторил оклик. За спиной открылась дверь, комиссар вздрогнул. Пожилая женщина с любопытством выглянула на площадку. Мартинсон шуганул ее обратно в квартиру. Валандер окликнул в третий раз, опять безрезультатно. Они вошли. Никого. Но выглядело все совершенно не так, как ночью, когда ему первым делом бросился в глаза царивший вокруг педантичный порядок. Сейчас ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу, картины висели косы, диски тоже валились на полу. — Здесь никого нет, — сказал он. — Надо срочно вызывать Нюберга и его команду. А до тех пор не стоит зря топтаться по квартире. Хансен и остальные полицейские исчезли. Мартинсон пошел опросить соседей. Секунду. Валандер неподвижно стоял на пороге гостиной. Сколько раз он вот так стоял, глядя на квартиру, где побывали взломщики, при всем желании не упомнишь. Сам не знаю почему, подумал, что здесь что-то не так. Обвел взглядом комнату, чего-то недоставало. Но чего? Он медленно осмотрел гостиную еще раз. И когда снова глянул на письменный стол, понял, что пропало. Разулся, подошел к столу, исчезла фотография, групповой снимок. Компании мужчин под ярким солнцем на фоне белой стены, в том числе один азиат. Он нагнулся, посмотрел под стол, осторожно переворошил рассыпанные по полу бумаги. Фотографии не было. В тот же миг он сообразил, что пропало кое-что еще. Журнал с дневниковыми записями, которые он листал ночью. Комиссар отступил на шаг от стола, глубоко вздохнул. Кто-то знал, что я побывал здесь, подумал он. Кто-то меня видел. Может, как раз об этом его и предупреждал инстинкт, заставив вчера ночью дважды выглянуть в окно на улицу. Там кто-то был. А он не разглядел, потому что этот кто-то затаился глубоко в тени. Мартинсон оторвал его от размышлений. Фамилия соседки Хоконсон, она вдова. Увы, она ничего не видела и не слышала. Валлендер опять вспомнил, как с пьяну провел ночь в этом доме. Поговори со всеми жильцами. Может, все же кто-нибудь кое-что заметил. А нельзя поручить опрос кому-нибудь другому? У меня полно работы. Очень важно провести опрос самым тщательным образом, сказал Валлендер. Вдобавок жильцов тут немного. Мартинсон ушел. Валлендер ждал. Через двадцать минут появился один из криминалистов. Нюберг сейчас будет, сказал он. Он ездил на трансформаторную подстанцию по какому-то важному делу. Валлендер кивнул, потом сказал. Автоответчик, проверьте все записи и отпечатки. Криминалист записал. Поработайте с видеокамерой, продолжал комиссар. Документируйте всю квартиру до мельчайших подробностей. Хозяева в отъезде? Спросил криминалист. Здесь жил человек, который на Медне умер возле банкомата, ответил Валлендер. Осмотр надо провести скрупулезнейшим образом. Он вышел из квартиры, спустился на улицу. Тучи разошлись, небо чистое и безоблачное. Марьяна Фальк сидела в своей машине, курила. Увидев комиссара, она вышла из автомобиля. Что случилось? Взлом. Подумать только, совсем народ оборзел. Лезут в квартиру, где хозяин буквально на днях умер. Я знаю, вы были в разводе, сказал Валлендер, но вам знакома его квартира? Мы поддерживали добрые отношения, и я много раз здесь бывала. Тогда я попрошу вас сегодня, но попозже вернуться сюда. После того, как криминалисты закончат, вы должны вместе со мной все осмотреть. Вдруг заметите какую-нибудь пропажу? Это вряд ли, — решительно ответила она. Почему? Мы были женаты много лет. На первых порах я хорошо знала его, но потом уже нет. Что произошло? Ничего, просто он изменился. Каким образом? Я уже не знала, о чем он думает. Валлендер пристально посмотрел на нее. Тем не менее, вы, наверное, заметите, если из квартиры что-то исчезло. Сами же сказали, что много раз бывали здесь. Отсутствие картины или лампы я, возможно, замечу, но не более. У Тинеса было много секретов. В таком смысле? В самом обыкновенном. Я не знала ни что он думает, ни чем занимается. Еще по телефону пыталась вам объяснить. Валлендер вспомнил, что прочитал ночью в журнале. Вы знаете, что ваш муж вел журнал? Я уверен, что нет. Никогда? Никогда. Что ж, она не лжет, подумал Валлендер. Она не знала, чем занимается муж. Во всяком случае, про журнал не знала. Ваш бывший муж интересовался космическим пространством? Мариана Фальк искренне изумилась. С какой бы стати? Мне просто любопытно. В молодости мы иной раз любовались звездным небом, но позднее такого уже не бывало. Валлендер перевел разговор в другое русло. Вы говорили, у вашего бывшего мужа было много врагов, и он чего-то опасался. Так он сам мне сказал. А как именно он выразился? Что у таких, как он, есть враги. И все? Да. У таких, как я, есть враги? Да. Что он имел в виду? Я уже говорил, что к тому времени не знал его. У бровки тротуара затормозил автомобиль, из которого вылез Нюберг. И Валлендер решил до поры до времени закончить разговор с Марианой Фальк. Записал номер ее телефона и повторил, что свяжется с ней сегодня же, но попозже. Последний вопрос. У вас есть какие-нибудь соображения насчет того, зачем похитили его тело? Конечно, нет. Валлендер кивнул. Пока что все вопросы были исчерпаны. Когда Марианна Фальк села в машину и поехала прочь, Нюберг подошел к нему. Что у нас тут? Взлом. И надо заниматься им прямо сейчас? Каким-то образом он связан с нашими нынешними делами. Но скажи-ка мне, что ты выяснил на подстанции? Нюберг шмыгнул носом, потом ответил. Ты оказался прав. Коллеги из Мальмо привезли эту штуковину, а линейные монтеры даже место показали, где она находилась. Валлендер весь напрягся. Точно. Вне всякого сомнения. Нюберг скрылся в подъезде. Валлендер бросил взгляд через улицу на универмаге торгового центра и банкомат. Связь между Соней Хёкберг и Тиннесом Фальком подтвердилась. Но что это означало, он понять не мог. Комиссар не спеша зашагал в сторону полицейского управления, однако тотчас ускорил шаг. Его подгоняло беспокойство. Глава четырнадцатая. Вернувшись в управление, Валлендер попробовал маломальски упорядочить сумбур накопившихся деталей. Но все эти разнообразные события пребывали как бы в свободном падении, сталкивались друг с другом и опять разлетались в разные стороны. Около одиннадцати он пошел в туалет, умылся холодной водой. Этому его тоже научил Рюдберг. Когда одолевает нетерпение, лучше всего помогает холодная вода. Самое действенное средство. Затем он отправился в кафетерий взять кофейку. Увы, кофейный автомат сломан и уже не в первый раз. Мартинсон даже предлагал обратиться к общественности с просьбой собрать средства на новой. Дескать, полиция не может нормально работать, не имея постоянного доступа к кофе. Валандер хмуро поглядел на злополучный автомат и вспомнил, что в столе завалялась банка растворимого кофе. Вернулся в кабинет и принялся шарить по ящикам. В конце концов, банка нашлась в самом нижнем ящике вместе с обувной щеткой и парой драных перчаток. Затем он составил перечень событий, указывая на полях, когда они произошли. И все время мысленно старался проникнуть под поверхность случившегося. Теперь у него не осталось сомнений, что главный мотив кроется глубже, и необходимо его отыскать. В итоге история опять получилась жуткая и непонятная. Однажды вечером две девчонки идут в ресторан пить пиво. Одна из них вообще соплюшка, которую и обслуживать-то не положено. Через некоторое время они меняются местами. Как раз, когда в ресторан входит парень азиатской наружности и садится за столик, этот парень расплачивается поддельной кредитной картой на имя некоего Фу Джена, проживающего в Гонконге. Через несколько часов девчонки заказывают такси, велят везти их в Рюцгорд и по дороге убивают шофера. Грабят его и расходятся по домам. При задержании обе сразу сознаются в содеянном. Твердят, что действовали сообща, а в качестве мотива называют нужду в деньгах. Воспользовавшись халатностью охраны, старшая совершает побег прямо из полицейского управления. Позднее ее сгоревший труп находят на трансформаторной подстанции неподалеку от Истада. По всей вероятности, девушка была убита. Упомянутая подстанция представляет собой ключевое звено в энергоснабжении значительной части провинции Исконы. Умирая под напряжением, Соня Хёгкберг обесточивает территорию от Треллеборга до Кристианстада. В то же время вторая девчонка меняет свои показания, берет признание назад. Параллельно развивается побочная линия событий. Не исключено, что она-то и имеет решающее значение. Являет собой искомый центральный элемент, думал комиссар. Одинокий консультант-компьютерщик по имени Тинес Фальк воскресным утром несколько часов убирает свою квартиру, а вечером предпринимает одну или, возможно, две прогулки. Ночью его находят мертвым возле банкомата, расположенного поблизости от дома, где он живет. Первичный осмотр места происшествия и заключение судмедэкспертизы свидетельствует, что нет никаких оснований возбуждать уголовное дело. Позднее труп Фалька похищают из морга, а на его месте в холодильнике оставляют электромагнитное реле с той самой силовой подстанцией. Квартира покойного подвергается взлому, в результате которого исчезают по меньшей мере журнал с дневниковыми записями и фотография. На периферии означенных событий присутствует человек азиатской наружности, как персонаж пропавшей фотографии и как посетитель ресторана. Валлендер перечитал написанное. Разумеется, он понимал, что, покуда слишком рано делать выводы, даже предварительные, и все же, составляя резюме, он неожиданно набрел на мысль, которая прежде не приходила ему в голову. И коль скоро Соню Хёкберг убили, то наверняка за тем, чтобы она не заговорила. И труп Тиноса Фалька вряд ли стали бы похищать, если бы не необходимость что-то скрыть. Вот он, общий знаменатель. В обоих случаях необходимость сохранить тайну. — Стало быть, вопрос в том, что надо скрыть, — думал комиссар, — и от кого? Он старался нащупать дорогу медленно и осторожно, словно двигался по минному полю и искал центральное звено. Правда, безуспешно. От Рюдберг он усвоил, что развитие событий вовсе не обязательно трактовать с точки зрения хронологии. Самое важное может и открывать цепочку и замыкать ее, а может и находиться где-то посередине. Валлендер уже хотел отложить бумаги в сторону, как вдруг в мозгу промелькнуло какое-то смутное воспоминание. Он даже не сразу сообразил, что это было, но через минуту-другую оно оформилось. Фраза Эрика Хёкберга насчет уязвимого общества. Пододвинув бумаги поближе, он начал сначала. Что будет, если поместить в центр трансформаторную подстанцию? Бросив под напряжение человеческое тело, кто-то оставил без электричества большие пространства сконы, погрузил их в кромешную тьму. Можно истолковать это как саботаж, осуществленный человеком, который точно знал, где нанести удар. Но зачем, похитив тело Тиноса Фалька, класть на его место реле? — Единственное разумное объяснение, чтобы четко обозначить связь между Соней Хёкберг и Тиносом Фальком. Но в чем эта связь заключалась? С досадой Валандер отодвинул бумаги. Нет, рановато еще выстраивать версию. Надо искать дальше, непредвзято и тщательно. Он допил кофе, рассеянно покачиваясь на стуле, потом достал вырванную из газеты страницу и начал читать объявления о знакомствах. — Как должно выглядеть мое объявление? — думал он. — И кого может заинтересовать 50-летний полицейский, который страдает диабетом и разочарован в своей работе, а вдобавок равнодушен к прогулкам по лесу, вечерам у камина и парусному спорту? Отложив газету, он принялся писать. Первый вариант объявления получился насквозь лживый. Полицейский, 50 лет разведенный, отец взрослой дочери, желает расстаться с одиночеством. Внешность и возраст не имеют значения, однако ты должна быть домовитой и любить оперную музыку. Ответы на имя полицейский, 97. — Вранье, — подумал он. — Внешность имеет большое значение. И расставаться с одиночеством я не желаю. Просто ищу общение. А это совсем другое. Мне нужно, чтобы, когда я этого хочу, кто-то был в постели. И чтобы этот человек оставлял меня в покое, опять же, когда я этого хочу. Он порвал листок и начал заново. На сей раз получилось чересчур правдиво. Полицейский, 50 лет, диабетик, разведенный, отец взрослой дочери, ищет женщину, чтобы при желании вместе проводить время. Женщина должна быть красивая, с изящной фигурой и интересом к эротике. Ответы на имя старый пес. — Кто на это ответит? — подумал он. — Разве что дура какая-нибудь? Он открыл новую страницу и начал сначала, но тут в дверь постучали. На часах уже двенадцать пришла Анбрид. С опозданием он сообразил, что газетная страница с объявлениями о знакомствах по-прежнему лежит на столе. Торопливо скомкал ее и пихнул в мусорную корзину, догадываясь, что Анбрид успела заметить, чем он занят. И разозлился на себя. — Нет, не буду я давать объявлений, — сердито подумал он. — Есть риск, что ответит кто-нибудь вроде нее. Анбрид выглядела усталой. Я только что закончила с Эвой Персон. Она тяжело опустилась в кресло. Валандер отбросил мысли об объявлениях. Как она? — Стоит на своем. Твердит, что убийство Лундберга — дело рук одной Сони Хёрдберг. Я имел в виду, как она держалась. Анбрид ненадолго задумалась. Она была другая. Казалась более подготовленной. Как ты это заметила? Девчонка говорила быстрее. И многие ответы вроде как заготовила заранее. Только когда я начала задавать вопросы, которых она не ждала, к ней опять вернулось прежнее медлительное безразличие. Это ее щит. Под его прикрытием она успевает подумать. Не знаю, может, у мамы она и не блещет, но с памятью у нее полный порядок. Она помнит все свои враки. Я ни разу не заметил, чтобы она себе противоречила, хотя беседовала с ней больше двух часов. Весьма любопытно, верно? Валлендер придвинул к себе блокнот. Сейчас мы обсудим самое главное, твои впечатления. Остальное я прочту, когда распечатывает протокол допроса. В общем, мне совершенно ясно. Эва лжет. Но, честно говоря, я не понимаю, как 14-летний подросток может быть настолько бесчувственным. Потому что подросток девочка. Даже мальчишки редко бывают такими. Тебе не удалось ее расколоть? В общем, нет. Она твердит, что в убийстве не участвовала и что боялась Сони Хёкберг. Я пыталась вытянуть из нее, почему она боялась, но безуспешно. Она только сказала, что Сони была ужасно грубая. Тут она, безусловно, права. Анбрид полистала свои записи. По ее словам, после бегства из полиции Сони ей не звонила. И никто другой тоже не звонил. Откуда же она узнала, что Сони нет в живых? Эрик Хёкберг сообщил по телефону ее мамаши. Смерть Сони, наверное, потрясла ее. Она говорит, что да, но я потрясения не заметила. Хотя удивление, понятно, было. Объяснить, зачем Соня отправилась на подстанцию, она тоже не могла. Как не могла сказать, и кто ее туда отвез. Валандер встал из-за стола, подошел к окну. Она действительно никак не реагировала. Не выказал ни печали, ни боли. Нет, все, как я сказала. Она сдержана и хладнокровна. Многие ответы были заготовлены заранее. А многие — откровенное вранье. Но, по моему впечатлению, случившееся с Соней ее ничуть не удивило, хотя она и утверждала обратное. Неожиданно Валандеру пришла в голову мысль, которая показалась ему важной. А она не боялась, что и с ней самой может что-то случиться. Нет, я думала об этом. Судьба Сони не вызвала у нее ни малейшей тревоги на собственный счет. Валандер вернулся к столу. Допустим, так оно и есть. Каков же вывод? Отчасти Эва Персон говорит правду. Не об убийстве Лундберга, в котором, я уверен, она была соучастницей, но о том, чем вообще занималась Соня Хюкберг, она, вероятно, мало что знала. А чем Соня, по-твоему, занималась? Не знаю. Почему в ресторане они поменялись местами? Потому что Соня якобы дула, так она твердит. А насчет того парня? Твердит, что никого не видела и вообще не заметила, чтобы Соня имела контакт с кем-то, кроме нее самой. Выходя из ресторана, она ничего не видела? Нет. Вероятно, это правда. Думаю, Эва Персон отнюдь не самый наблюдательный человек на свете. — Ты спросила, знакома ли она с Тиносом Фальком? Она сказала, что впервые слышит это имя. И говорила правду. Анбрид помедлила с ответом. Пожалуй, в ее голосе чувствовалась некоторая неуверенность, но я не берусь утверждать. Мне бы самому провести этот допрос, уныло подумал Валлендер. Я бы заметил, сомневается Эва Персон или нет. Анбрид словно прочла его мысли. Я не такая решительная, как ты. Поверь, мне бы очень хотелось дать тебе четкий ответ. Рано или поздно мы все выясним. Если подъезд на замке, зайдем с черного хода. Я пытаюсь понять, — сказала Анбрид, — но концы с концами не сходятся. Тут требуется время, — отозвался Валлендер. Вопрос в том, не понадобится ли нам помощь. Слишком нас мало. Пусть даже мы будем заниматься только этим делом и отложим все остальное. Анбрид посмотрел на него с удивлением. Раньше ты всегда говорил, что мы должны сами справляться с расследованиями. Ты изменил свою точку зрения? Может быть. Кто-нибудь вообще понимает суть нынешней реорганизации? Я лично нет. Кое-что все-таки ясно, — возразил Валлендер. Истатский полицейский район приказал долго жить. Теперь мы входим в состав полицейского округа Южной Сконы, который охватывает 220 полицейских служб и одновременно 8 административных районов. От Симрисхамна до Веллинги. Никто не знает, как это будет функционировать и приведет ли к улучшениям. Сейчас меня это не интересует. Я думаю, как нам справиться с текущей оперативной работой по этому расследованию. И все. При случае непременно поговорю с Лизой, если она, конечно, не отстранит меня. Кстати, Эва Персон по-прежнему стоит на своем, что ты, где ударил ее ни с того ни с сего. Кто бы сомневался. Эва Персон о многом врет, и об этом тоже. Вставая из-за стола, Валлендер рассказал о взломе в квартире Фалька. Тело не нашли? Насколько я знаю, нет. Анбрид спросила. Ты что-нибудь понимаешь? Ничего, — ответил Валлендер, — но что-то мне беспокойно. Не забудь, чуть не половина сконы оказалась в потемках. Они вместе вышли в коридор. Хансен высунул голову из кабинета и сообщил, что полиция Векшо разыскала папашу Эвы Персон. По их словам, он живет в какой-то развалюхе между Векшо и Висландой. Спрашивают, что мы хотим узнать. Пока ничего, — сказал Валлендер, — пока есть дела поважнее. Совещание решили провести в половине второго, когда освободится Мартинсон. Валлендер вернулся в кабинет, позвонил в автосервис. Машину можно забрать прямо сейчас. Он вышел из управления и зашагал по Фридхемсгаттен в сторону площади Сурбрунсплан. Ветер налетал мощными порывами. Мастер, его звали Хольмлунд, чинил валендеровские автомобили уже много лет. Он обожал мотоциклы и говорил на сконском диалекте по причине отсутствия зубов совершенно невразумительно. И за все эти годы Хольмлунд ничуть не изменился. Валлендер до сих пор так и не понял, сколько ему лет. Около шестидесяти или около пятидесяти. Дороговато вышло. Хольмлунд без зуба усмехнулся. Но окупится, если машину поскорее продать. Валлендер выехал из мастерской. Движок работал чисто, без посторонних звуков. Мысль о новом автомобиле привела комиссара в хорошее настроение. Вопрос в том, что купить, новый Пежо или другую марку. Надо посоветоваться с Хансеном, который в автомобилях разбирается не хуже, чем в скаковых лошадях. Он завернул в гриль-бар на Эстерледен. Не грех и пообедать. Заодно попытался полистать газету, но не мог сосредоточиться. И вдруг его осенило. Он искал центральное звено, пробовал разными способами сдвинуться с мертвой точки. Последний раз таким звеном была авария. Что если случившееся на подстанции не просто убийство, но обдуманный, ловкий саботаж? А вдруг отправной момент тот парень, который появился в ресторане, из-за которого Соня Хёкберг поменялась местами с Эвой Персон. Документы у него фальшивые. Вдобавок Валандер отчаянно ругал себя за то, что не уступил первому побуждению и не взял фотографию. Может, Истван сумел бы опознать азиата. Отложив вилку, он позвонил на мобильник Нюбергу, долго слушал гудки и уже хотел отключиться, когда Нюберг наконец ответил. — Вам не попалась там фотография группы мужчин? — спросил Валандер. — Сейчас спрошу у ребят. Комиссар ждал, ковыряя безвкусную жареную рыбу. — Есть одна! — послышался в трубке голос Нюберга. Трое мужчин с лососями в руках. Снято в Норвегии в восемьдесят третьем. — Других нет? — Нет. — А откуда ты знаешь, что в квартире должна быть такая фотография? — Смекалки Нюбергу не занимать, — подумал Валандер, но вопрос не застал его врасплох. — Я и не знал. Просто ищу фотографии фальковского окружения. — Мы скоро закончим. Что-нибудь нашли? Похоже, обыкновенный взлом. Возможно, наркоманы. Следы есть? Кое-какие отпечатки пальцев нашли. Не исключено, что они принадлежат самому фальку. Только ведь не проверишь, трупа нет. Рано или поздно мы его отыщем. — Ты уверен? Труп похищают, чтобы его закопать. Вряд ли с какой-то другой целью. С этим Валандер не мог не согласиться. Одновременно он кое о чем подумал. Хотел задать вопрос, но Нюберг его опередил. — Я говорил с Мартинсоном и попросил его пробить Стеннесса Фалька по нашим базам данных. Нельзя исключать, что он у нас числится. — Ну и как он пробил? — Да, но отпечатков пальцев нет. — Что же он натворил? — Мартинсон сказал, что его оштрафовали за причинение ущерба. — А точнее. — Спроси у него, — сердито буркнул Нюберг. Валандер закончил разговор. Было десять минут второго. Он заехал на заправку и вернулся в управление, одновременно с Мартинсоном. — Соседи ничего не видели и не слышали, — доложил Мартинсон, когда они шли через парковку. Я всех опросил. — Жильцы в основном пожилые, днем сидят дома. Да еще преподавательница лечебной гимнастики в твоих годах. Валандер обошелся без комментариев, сразу спросил о том, что услышал от Нюберга. — Нюберг говорил о причинении ущерба. — А что там было? — Бумаги у меня в кабинете. Какая-то история с норками. Валандер с удивлением посмотрел на него, но ничего не сказал. Распечатку он прочел прямо у Мартинсона. В 1991 году Тиннес Фальк был задержан полицией севернее Сервисборга. Владелец норковой фермы ночью обнаружил, что какие-то люди отпирают клетки с животными. Он позвонил в полицию, и два патрульных экипажа выехали на ферму. Тиннес Фальк действовал не в одиночку, но задержать удалось только его. На допросе он сразу дал признательные показания, а когда его спросили о причинах, заявил, что категорически против убийства животных на мех. Однако, по его словам, ни в какой организации он не состоял, и имен тех, кто сумел в потемках скрыться, не назвал. Валандер отложил распечатку на стол. Я думал, такими акциями занимается молодежь. А Фальку в 1991 году было за 40. Вообще-то они скорее вызывают симпатию, заметил Мартинсон. Моя дочка участвует в движении натуралистов. Изучать птиц и разорять норковых фермеров — все-таки не одно и то же, а? Они учатся уважать животных. Валандеру не хотелось углубляться в спор, который он наверняка проиграет. Но то, что Тиннес Фальк выпускал на волю норок, весьма его озадачило. Около половины второго все были в сборе. Заседали недолго. Валандер намеревался изложить результаты своих размышлений, но решил повременить слишком рано. В четверть третьего разошлись по делам. Хансену предстоял разговор с прокурором. Мартинсон поспешил к своим компьютерам. Анбрид снова отправилась на квартиру к матери Эве Персон. Валандер вернулся в кабинет, позвонил Мариане Фальк. Включился автоответчик, но когда комиссар назвался, она сняла трубку. Договорились в три часа встретиться на Аппельберг с Гаттен. Валандер приехал заранее, Нюберг и его криминалисты уже укатили. У тротуара припаркована патрульная машина. Когда Валандер поднимался по лестнице, дверь квартиры, которую он мечтал забыть, внезапно открылась. На пороге стояла женщина, и он ее узнал. По крайней мере, так ему показалось. — Я увидел тебя в окно, — улыбнулась она, — и решила поздороваться, если ты меня помнишь. — Конечно, помню, — ответил Валандер, — но ни разу не позвонил, хотя обещал. — Никаких обещаний комиссар не помнил. Однако не сомневался, что вполне мог что-то ей посулить. В изрядном подпитии и увлекшись женщиной он мог наобещать что угодно. — Все время что-то мешало. Сама знаешь, как это бывает. — Разве? Валандер буркнул в ответ что-то невнятное. — Можно угостить тебя чашечкой кофе? — Тебе же известно, что наверху был взлом. Некогда мне. Она кивнула на свою дверь. — Несколько лет назад я установила сейфовую дверь, как и все в доме, кроме Фалька. — Ты знала его? — Он держался особняком. Мы здоровались на лестнице, и все. Валандер тотчас насторожился. Похоже, она что-то утаивает. Но расспрашивать дальше не стал, мечтая только об одном — поскорее уйти. — Кофе угостишь меня в другой раз, — сказал он. — Посмотрим. Дверь закрылась. Валандер почувствовал, что взмок от неловкости, и торопливо поднялся на верхнюю площадку. А ведь она сообщила кое-что важное. Все в доме обзавелись сейфовыми дверьми. Но не Тинес Фальк, который, по словам жены, чего-то опасался и был окружен врагами. Дверь еще не починили. Он вошел в квартиру. Нюберг и криминалисты оставили все, как было, в беспорядке. Он сел на стул в кухне и стал ждать. В квартире царила немая тишина. На часах без десяти три внизу послышались шаги. Вот и она. — Тинес Фальк, естественно, мог быть и жмотом, — думал комиссар. Сейфовая дверь стоит от десяти до пятнадцати тысяч крон. Я сам находил в ящике рекламные проспекты. А может, Мариана Фальк ошибается, и никаких врагов нет. И все-таки он сомневался. Вспомнил странные записи в журнале. Труп Тинеса Фалька крадут из морга. И сразу же кто-то вламывается в его квартиру, после чего пропадают, по крайней мере, журнал и фотография. Внезапно он понял, кто-то не хотел, чтобы его узнали на снимке и вникали в журнальные записи. Валандер опять мысленно выругал себя за то, что не забрал фотографию. Записи в журнале в самом деле были странные. Словно их делал человек, у которого неладно с головой. Но, возможно, он пришел бы к иному выводу, если бы почитал журнал внимательнее. Шаги на лестнице приблизились, открылась дверь. Валандер встал, вышел из кухни в переднюю. Инстинктивно он почуял опасность, обернулся, но было слишком поздно. Оглушительный гром раскатился по квартире. Глава пятнадцатая Валандер метнулся в сторону. Лишь задним числом он сообразил, что этот рывок вправду спас ему жизнь. К тому времени Нюберг и его команда уже извлекли пулю, застрявшую в стене рядом с входной дверью. Следственный эксперимент и, в первую очередь, осмотр валандеровской куртки позволил восстановить ход событий. Комиссар вышел в переднюю встретить Мариану Фальк. Он стоял лицом к входной двери, но инстинктивно почуял опасность. Это была не Мариану Фальк. Он рванулся в сторону и одновременно споткнулся о край половика. Этого оказалось достаточно, чтобы пуля, выпущенная в него на уровне груди, прошла между боком и левой рукой. Она задела куртку, оставив небольшой, но вполне заметный след. В тот вечер комиссар разыскал дома сантиметром. Куртку он оставил у криминалистов для детальной экспертизы, однако же измерил расстояние от внутренней стороны рукава примерно до сердца, а оно составило семь сантиметров. И, наливая себе виски, он пришел к выводу, что половик спас ему жизнь. Опять вспомнилось, как в Мальме его молодого полицейского пырнули в грудь ножом. Лезвие прошло восемью сантиметрами правее сердца. В тот раз он твердил что-то вроде заклинания «Есть время жить и время умирать», и сейчас с тревогой осознал, что за минувшие тридцать лет разрыв уменьшился ровно на сантиметр. Что, собственно, произошло, и кто в него стрелял, Валандер не знал. Заметил мелькнувшую тень, и все. Стремительное движение, обернувшееся громом и собственным его падением, висящие на вешалке пальто и куртки Тиноса Фалька. Комиссар думал, что стрелявший не промазал. В ушах гудело эхо выстрела, и, услышав крик, он решил, что кричит сам, но кричала Мариана Фальк, которая убегающая тень сбила с ног. Она тоже ничего не разглядела. Мартинсону она рассказала, что, поднимаясь по лестнице, все время смотрела себе под ноги. Когда грянул выстрел, ей показалось, что звук идет снизу, поэтому она остановилась и обернулась назад. Затем сообразила, что сверху кто-то бежит, снова обернулась в ту сторону, но сразу же получила удар по лицу и упала. Самое странное, что двое полицейских, сидевшие перед домом в патрульной машине, ничего не заметили. Стрелок мог выбраться из дома только через главный вход. Дверь подвала была заперта. Однако полицейские не видели, чтобы кто-то выбежал из подъезда. Отметили только, как вошла Мариана Фальк. Грохот выстрела они слышали, но не сразу сообразили, что это было, и никого не видели. Мартинсон нехотя им поверил. Он обыскал весь дом, заставил перепуганных пенсионеров и более-менее спокойную преподавательницу лечебной гимнастики отпереть двери и приказал полицейским проверить все шкафы, заглянуть под все кровати, никаких следов. Если бы не пуля, вонзившаяся в стену, Валандер бы и сам мог подумать, что ему все пригрезилось. Но он-то знал и понял кое-что еще, однако до поры до времени никому не говорил. Половик спас ему жизнь. И не только потому, что, споткнувшись, он увернулся от пули. Его падение убедило стрелка, что выстрел достиг цели. Пуля, которую Нюберг извлек из бетона, оказалось из таких, что оставляют в теле жертвы рану, похожую на кратер. Увидев эту пулю, Валандер сообразил, почему был сделан всего один выстрел. Стрелок не сомневался, что поразил его насмерть. Едва улеглось первоначальное смятение, начали поисковые операции. Подъезд наполнился вооруженными полицейскими во главе с Мартинсоном. Правда, никто не представлял себе, кого надо искать. Ведь ни Валандер, ни Мариана Фальк не могли дать словесный портрет стрелка. Полицейские патрули прочесывали из татские улицы. Была объявлена региональная тревога, но... Все, конечно же, заранее знали, что никого не поймают. Мартинсон с Валандером сидели на кухне, пока Нюберг со своей командой фиксировали следы и выковыривали из стены пулю. Мариана Фальк поехала домой переодеться. Валандер отдал куртку криминалистам. В ушах у него по-прежнему гудело от выстрела. Немного погодя, вместе с Анбрид явилась Лиза Хольгерсон, и Валандеру пришлось снова рассказывать о случившемся. — Почему он стрелял? — Сперва взлом, а теперь вдобавок стрельбу открыли, — недоумевал Мартинсон. — Прежде всего напрашивается вопрос, один ли это человек, — заметил Валандер. — Если да, то зачем он вернулся? — Я вижу единственную причину. Он что-то ищет. И в первый раз не нашел. — По-моему, есть и другой вопрос, — сказал Анбрид. — В кого он стрелял? — Валандер с самого начала задавал себе этот вопрос. Может быть, сегодняшний инцидент связан с его тайным ночным визитом на квартиру Фалька? Наверное, не зря он несколько раз подходил к окну и осторожно вглядывался в темноту. Там, наверное, кто-то был. Надо бы рассказать все на чистоту, но что-то по-прежнему его удерживало. — С какой стати стрелять именно в меня? — сказал он. — Просто когда он вернулся, там случайно оказался я, а не кто-то другой. Главное не это, а что он искал. Стало быть, нам срочно нужна Мариана Фальк. Мартинсон уехал вместе с Лизой Хольгерсон. Криминалисты заканчивали работу, Анбрид и Валандер сидели на кухне. Мариана Фальк позвонила и сказала, что выезжает. — Как себя чувствуешь? — спросил Анбрид. — Хреново, сама знаешь. Несколько лет назад Анбрид была ранена. Случилось это на глинистом пустыре у окраины и стада. Отчасти по вине Валандера, поскольку он вызвал ее туда. Но не сообразил, что тот, кого они ловили, завладел пистолетом, который ранее обронил Хансен. В результате Анбрид чуть не погибла. Долго лечилась, потом вернулась на службу, но стала совсем другая. Валандеру она много раз рассказывала о страхе, который преследовал ее даже во сне. — Уберегся я, — продолжал комиссар. — Однажды меня пырнули ножом, но от пуль пока что удавалось уберечься. — Тебе надо с кем-нибудь поговорить. Обратился бы в кризисную группу. Валандер нетерпеливо мотнул головой — обойдусь, и хватит об этом. — Не пойму я, чего ты всегда такой упертый? — Ты хороший полицейский, но ведь и ты всего лишь человек. Можешь, конечно, воображать себе что угодно, только ты ошибаешься. Валандера удивила ее вспышка. К тому же она совершенно права. Под маской полицейского, которую он носил изо дня в день, прятался человек почти напрочь им забытый. — По крайней мере, сейчас тебе стоит пойти домой, — решительно сказала Анбрид. — А что от этого изменится? В ту же минуту в квартиру вошла Мариана Фальк. Удобный случай — отделаться от Анбрид и ее тягостных расспросов. Я сам поговорю с ней, — сказал он. — Спасибо за помощь. — За какую? Анбрид ушла. Валандер встал и схватился за стол. Голова закружилась. — Что ж тут произошло? — спросила Мариана Фальк. Валандер заметил солидный желвак, набухающий у нее на левой скуле. Я пришел сюда незадолго до трех. Вскоре услыхал, как кто-то вошел в квартиру. Подумал, это вы, но, как выяснилось, ошибся. — Кто же это был? — Не знаю. И вы, судя по всему, тоже не знаете. Я не успел его разглядеть. — А вы уверены, что это был мужчина? Вопрос застал ее врасплох, заставил задуматься. — Да, — наконец сказала она, — мужчина. Комиссар знал, что это правда, хотя не мог ничем доказать. — Давайте начнем с гостиной. Пожалуйста, обойдите комнату и внимательно присмотритесь, все ли на месте. Так же поступим и в других помещениях. Не спешите. Можете открывать ящики, заглядывать за шторы. Тинос никогда бы не разрешил. У него было много секретов. Поговорим позднее. Идемте в гостиную. Мариана Фальк действительно старалась, комиссар видел. Стоя в дверях, он наблюдал за нею. И чем дольше смотрел, тем красивее она ему казалась. Интересно, как надо сформулировать объявление о знакомстве, чтобы откликнулась она. Мариана Фальк перешла в спальню. Валандер все время искал в ней признаки сомнения. Вдруг что-то все-таки пропало. На кухню они вернулись через полчаса с лишним. В шкафы вы даже не заглянули, заметил Валандер. Да я же понятия не имею, что он там хранил. Откуда мне знать, пропало что-нибудь или нет? А вообще вы заметили какие-либо пропажи? Нет, по-моему, все на месте. Насколько хорошо вам знакома эта квартира? Вместе мы здесь никогда не жили. Он переехал сюда после развода. Иногда звонил мне, несколько раз приглашал на обед. Дети навещали его чаще, чем я. Валандер силился вспомнить, что говорил Мартинсон, когда впервые доложил ему о покойнике, найденном возле банкомата. Ваша дочь живет в Париже? Инни, 17, она работает няней в датском посольстве. Хочет выучить французский. А сын, Ян, учится в Стокгольме, ему 19. Комиссар снова заговорил о квартире. Думаете, вы бы заметили, если бы что-то пропало? Только если бы пропала вещь, которую я видел раньше. Валандер кивнул, потом извинился и вышел в гостиную. Взял с подоконника одного из трех фарфоровых петушков, вернулся на кухню и попросил Мариану Фальке еще раз осмотреть гостиную. Исчезновение петушка она обнаружила почти сразу же. Продолжать нет смысла. Зрительная память у нее хорошая, хотя она и не знает содержимого шкафов. Они расположились на кухне, время близилось к пяти, город погружался в осенние сумерки. — Чем он занимался? — спросил Валандер. — Как я понял, ему принадлежала индивидуальная фирма в сфере информационных технологий. Он был консультантом. — А что это значит? Мариану Фальк посмотрела на него с удивлением. — Теперь всей страной правят консультанты. Скоро они и партийных лидеров заменят. — Консультанты — это высокооплачиваемые эксперты, которые летают по всему свету и предлагают решения. Если дело идет плохо, им отводится и роль козла отпущения, но за такие страдания им прекрасно платят. — Стало быть, ваш муж консультировал в области информационных технологий? — Будьте добры. Не называйте Тиноса моим мужем. Он давно уже им не был. — Вы не могли бы подробнее рассказать о его работе? — нетерпеливо сказал Валандер. Он был превосходным специалистом, разрабатывал всевозможные компьютерные программы. — А точнее. Она впервые улыбнулась. — Думаю, я не сумею объяснить вам, если вы хотя бы на самом элементарном уровне не знакомы с принципами работы компьютеров. — Что ж, тут она права. — С какой клиентурой он имел дело? — Насколько мне известно, Тинос много сотрудничал с банками. — С какими конкретно? — Не знаю. — А кто может знать? — У него был ревизор. Валандер пошарил по карманам в поисках листка бумаги. Надо ведь записать фамилию. Под руку попался только счет из автосервиса. — Ревизора зовут Рольф Стениус. У него контора в Мальмю. Адрес и телефон я не знаю. Валандер отложил ручку. — Кажется, он что-то упустил. — мелькнуло в голове. Попытался поймать эту мысль, но безуспешно. — Мариана Фальк достала пачку сигарет. — Не возражаете, если я закурю? — Нет. Она взяла из мойки блюдца, закурила. Тинос бы в гробу перевернулся. Он не выносил сигареты. Пока мы были женаты, вечно выгонял меня курить на улицу. Будем считать это маленькой местью. Валандер воспользовался случаем и направил разговор в другое русло. — Когда мы первый раз говорили по телефону, вы сказали, что у него были враги, и что он чего-то опасался. Такое у меня сложилось впечатление. Думаю, вы понимаете, как это важно. Если бы я знала больше, то непременно бы рассказала, но я правда не знаю. Глядя на человека, можно заметить беспокойство. Но разве видно, что у него есть враги, причем смертельные? Наверное, он что-то говорил. Мариана Фальк медлила, курила, устремив взгляд в окно. Стемнело. Валандер ждал. — Началось это несколько лет назад, — наконец сказала она. Я заметила, что он обеспокоен и вместе с тем возбужден, как одержимый. Потом стал время от времени ронять странные фразы. К примеру, сижу я здесь, пью кофе, а он вдруг говорит. Если бы люди знали, они бы меня прикончили. Или кто бы знал, как близка погоне. Он именно так и говорил? Да. И ничего не объяснял? Нет. А вы не спрашивали, что он имеет в виду? Он бы наверняка вспылил и велел мне замолчать. С минуту Валандер сидел, не говоря ни слова, потом продолжил. — Давайте потолкуем немножко о ваших детях. Они, разумеется, знают о смерти отца. Как вы думаете, кто-нибудь из них заметил то же, что и вы? В смысле, его тревогу. Может, он и им про врагов говорил? — Сомневаюсь. Они очень мало контактировали. Во-первых, жили они со мной. К тому же Тинос не приветствовал слишком часто их визиты. Я говорю, это не в упрек ему. Ян и Инна могут подтвердить. Наверное, у него были друзья. Очень мало. Задним числом я поняла, что вышла за нелюдима. С кем, кроме вас, он общался? — Насколько я знаю, с одной женщиной, она консультант в той же области, что и он, зовут ее Сиф Эриксон. Номер телефона я не помню, но офис у нее в переулке Скансгренд, рядом с Шомансгаттен. Кое-какие заказы они выполняли сообща. Валандер записал, Мариана Фальк затушила сигарету. — Последний вопрос, — сказал комиссар. По крайней мере, в данный момент. Несколько лет назад полиция задержала Тиннесса Фалька, когда он выпускал на свободу норок. Его оштрафовали. Она смотрела на него с изумлением, судя по всему, искренне. — Впервые слышу. — Вы можете это понять? — Что он выпускал норок? — Господи, зачем ему это? — Вы не знаете, у него были контакты с организациями, которые занимаются такими вещами? — Что вы имеете в виду? — Радикальные экологические организации защитников животных? — Не верится мне как-то. Валандер кивнул. Без сомнения. Мариана Фальк говорила правду. Она встала. — Мне придется еще раз побеседовать с вами. При разводе бывший муж обеспечил мне щедрое содержание. Иными словами, я не обязана делать то, чего терпеть не могу. — А именно. — Работать. Я целыми днями читаю книги и вышиваю розы на льняных салфетках. — Она шо, она смехается надо мной? — подумал Валандер. Но ничего не сказал. Мариана Фальк рассматривала дырку в стене. — Да, взломщики теперь уже и в людей стрелять начали. — Бывает. Она смерила его взглядом с ног до головы. — И у вас нет оружия, чтобы защитить себя? — Нет. Мариана Фальк покачала головой, протянула руку на прощание. — Кстати, еще одно, — сказал Валандер. — Тинес Фальк проявлял интерес к космическому пространству? — Простите. — Ну, там космические корабли, астрономия. — Вы уже спрашивали. И ответ будет тот же. Тинес крайне редко смотрел на небо. А если смотрел, то наверняка, чтобы удостовериться, что звезды в самом деле на своих местах романтика, совершенно чужда его натуре. На площадке она остановилась. — Кто починит эту дверь? — Разве здесь нет консьержа? — Вопрос не ко мне. Мариана Фальк спустилась вниз, Валандер вернулся в квартиру, сел в кухне на стул. На то самое место, где у него впервые возникло ощущение, будто он что-то проглядел. Рюдберг приучил его постоянно прислушиваться к тревожным сигналам чутья. В рассудочно-техническом мире, где жили и должны были выжить полицейские, вполне естественную и решающую роль все-таки играла интуиция. Несколько минут он сидел, не шевелясь, и, наконец, сообразил, в чем дело. Опять нужно рассуждать от противного. Мариана Фальк не заметила никаких пропаж. Так может быть, тот, кто осуществил взлом, а потом стрелял в Валандера, приходил что-то подложить? При мысли об этом комиссар помотал головой, хотел встать со стула и вздрогнул. В дверь постучали. Сердце у него отчаянно забилось. Только когда стук повторился, он решил, что вряд ли это стрелок, вернувшийся, чтобы убить его. Вышел в переднюю, распахнул дверь. На пороге стоял пожилой господин с тростью в руках. — Я ищу господина Фалька, — энергично произнес он. — Есть жалобы? — Вы кто? — спросил Валандер. — Мое имя Карл Андерс Сеттерквист. Я домовладелец. Ко мне поступило несколько жалоб по поводу шума на лестнице и беготни каких-то военных. Если господин Фальк дома, я бы хотел поговорить лично с ним. — Господин Фальк умер, — ответил Валандер с излишней резкостью. Сеттерквист удивленно возрелся на него. — Умер? Как это понимать? — Я полицейский, сотрудник уголовной полиции. Здесь имел место взлом, но Тиноса Фалька нет в живых. Он скончался в ночь на понедельник. И по лестницам бегают не военные, а полиция. Сеттерквист на миг задумался, словно прикидывая, верить Валандеру или нет. Потом решительно сказал, — Покажите ваш жетон. — Жетоны давным-давно отменили. Но я покажу вам удостоверение. Он достал из кармана документ, который Сеттерквист тщательно изучил. Комиссар коротко рассказал, что произошло. — Весьма прискорбно, — сказал Сеттерквист. — Как теперь будет с квартирами? Валандер затаил дыхание с квартирами. — В мои годы весьма хлопотно иметь дело с новыми квартиросъемщиками. Все-таки хочется знать, что это за народ, особенно в таком вот доме, где живут преимущественно пожилые люди. — Вы и сами здесь живете. Сеттерквист оскорбился. — Я живу в загородной вилле. — Вы упомянули о квартирах. — А как же иначе? — Стало быть, Тиннес Фальк снимал не только эту квартиру. Сеттерквист сделал тростью знак, что желает войти. Валандер посторонился. — Хочу только напомнить, что здесь побывал взломщик и оставил после себя кавардак. — У меня у самого бывали взломщики, — невозмутимо отозвался Сеттерквист. — Я знаю, как все может выглядеть. Комиссар провел его на кухню. — Господин Фальк был образцовым квартиросъемщиком, — продолжал Сеттерквист. — Платил всегда вовремя. — Вообще-то в мои годы уже ничему не удивляешься, но, должен сказать, жалобы, поступившие в последние дни, удивили меня, потому я и приехал. — Значит, у него была не одна квартира, — повторил Валандер. — Мне принадлежит очень солидный старый дом на площади Рунерстремсторг, — сказал Сеттерквист. — И Фальк снимал там небольшую мансарду, по его словам, для работы. — Наверное, потому-то здесь нет компьютеров, — подумал Валандер. — Здесь мало что говорит о предпринимательской деятельности. — Мне нужно глянуть на ту квартиру, — сказал он. Сеттерквист ненадолго задумался, потом достал громадную связку ключей. Валандер никогда такой не видел, но Сеттерквист точно знал, какой ключ ему нужен и снял его с кольца. — Вы, разумеется, получите расписку, — добавил комиссар. Сеттерквист покачал головой. — Людям надо доверять, вернее, надо доверять своему суждению. За сим Сеттерквист удалился. Валандер позвонил в управление, попросил прислать кого-нибудь, чтобы опечатать квартиру. Потом отправился прямиком на Рунерстремсторг. Время близилось к семи. По-прежнему дул порывистый ветер, комиссар мерз. Куртка, которую ему одолжил Мартинсон, была, что называется, на рыбьем меху. Мысли кружили вокруг выстрела, все еще казавшегося нереальным. Интересно, как он будет реагировать через несколько дней, когда полностью осознает, что был на волосок от смерти. Дом на Рунерстремсторг оказался трехэтажным по стройке начала века. Валандер остановился на противоположном тротуаре, глядя на темные окна мансарды. Прежде чем направиться к подъезду, посмотрел по сторонам. Мимо проехал велосипедист. Потом он остался один. Пересек мостовую, открыл входную дверь. Из какой-то квартиры долетала музыка. Он включил свет на лестнице и зашагал вверх по ступенькам. Дверь в мансарде была только одна. Она сейфовая, без таблички с именем и почтового ящика. Валандер прислушался, все тихо, и отпер дверь. На пороге замер и снова вслушался в темноту. На секунду ему почудилось, будто кто-то дышит навстречу, и он приготовился сбежать, но тотчас сообразил, что это плод воображения. Зажег свет и закрыл за собой дверь. Помещение просторное, но почти пустое, только стол да стул. На столе большой компьютер. Валандер подошел ближе. Перед компьютером лежал лист бумаги, вроде бы чертеж. Комиссар включил настольную лампу. Секунду спустя он понял, что перед ним. На чертеже была трансформаторная подстанция, где обнаружили мертвый Соню Хёкберг. Глава шестнадцатая. У Валандера аж дух захватило. Сперва он подумал, что ошибается, и на чертеже что-то другое. Потом сомнения отпали, он, безусловно, прав. Осторожно положил бумагу на прежнее место перед темным монитором. В свете лампы на экране отразилось его лицо. На столе стоял телефон. Надо позвонить, подумал он, Мартинсону или Анбридт и Нюбергу. Но трубку не снял, медленно прошелся по комнате. Значит, вот здесь Тинес Фальк работал. За сейфовой дверью, взломать которую очень и очень непросто. Здесь он занимался компьютерным консалтингом. Хотя я, подумал, комиссар по-прежнему понятия не имею, в чем эта деятельность заключалась. Но однажды ночью его нашли мертвым возле банкомата. Потом его труп исчез из морга. А теперь я обнаружил рядом с его компьютером чертеж трансформаторной подстанции. На миг Валандеру показалось, он угадывает объяснение, однако догадка утонула в лавине деталей. Он обошел помещение. Что тут есть, думал он, и чего не хватает? Есть компьютер, стул, стол, лампа, телефон и чертеж. Но нет стеллажей, нет папок и книг, даже ручки нет. Сделав круг по комнате, комиссар вернулся к столу, взялся рукой за абажур, повернул его, осветил стены. Лампа была мощная, но он не заметил никаких признаков тайников. Сел на стул. Вокруг глухая тишина. Толстые окна, толстые стены. Сквозь дверь тоже не проникало ни звука. Будь с ним Мартинсон, он бы попросил его включить компьютер. Мартинсон проделал бы это с превеликим удовольствием. Сам же он рабел прикоснуться к машине. Опять подумал, не позвонить ли Мартинсону, но медлил. Я должен понять. Сейчас это самое важное. Множество событий сприлить воедино куда быстрее, чем я смел надеяться. Только вот я не в состоянии истолковать то, что вижу. Уже без малого восемь. В конце концов, Валлендер решил позвонить Нюбергу. Поздновато, конечно. А Нюберг несколько суток почти не спал. Многие сочли бы, что осмотр контора мог бы подождать и до завтра, но не Валлендер. Ощущение, что надо торопиться, постоянно усиливалось. Он позвонил Нюбергу на мобильник. Нюберг выслушал его, причем без комментариев. Когда он записал адрес, Валлендер закончил разговор и спустился на улицу встретить криминалиста. Нюберг приехал на своей машине один. Валлендер помог ему донести саквояжи. — Что мне тут искать? — спросил Нюберг, когда они поднялись в мансарду. — Пальчики. Тайники. — Тогда не буду пока никого вызывать, если фото и видеосъемка могут подождать. Вполне завтра с ними. Нюберг кивнул и снял ботинки. Из одного саквояжа достал специальные пластиковые бахилы, изготовленные на заказ. Еще несколько лет назад он постоянно ворчал на казенные бахилы и, в конце концов, сконструировал собственную модель и связался с производителем. Как полагал Валлендер, он все оплатил из собственного кармана. — Ты в компьютерах разбираешься? — спросил комиссар. — Я не больше других понимаю, как они работают, — ответил Нюберг, — но включить могу, если хочешь. Валлендер покачал головой. — Лучше пусть Мартинсон. Он мне никогда не простит, если я подпущу к машине кого-нибудь другого. Потом он показал Нюбергу бумагу, лежавшую на столе. Нюберг сразу смекнул, что там изображено, и с удивлением взглянул на комиссара. — Что это значит? — Девушку убил Фальк? — Когда ее убили, он сам был уже мертв, — ответил Валлендер. Нюберг кивнул, — устал я, путаю дни, часы, события. Жду не дождусь, когда выйду на пенсию. — Черта с два, — подумал Валлендер, — ты пенсии как огня боишься. Нюберг вооружился лупой и сел за стол. Несколько минут пристально изучал чертеж. Валлендер молча стоял в ожидании. — Это не копия, — сказал Нюберг, — это оригинал. — Ты уверен? — Не совсем, но почти. — Иначе говоря, где-то в архиве его не достают. — Не знаю, правильно ли я понял, — сказал Нюберг, — но я говорил с линейным монтером, ну, с Андерсоном. Насчет обеспечения безопасности энергетических линий, по идее, посторонний никак не может скопировать этот чертеж. А уж добыть оригинал еще труднее. — Весьма важное замечание, — подумал Валлендер, — если чертеж украден из архива, могут появиться новые зацепки. Нюберг задействовал свою рабочую лампу, и комиссар решил оставить его в покое. — Поеду в управление. В случае чего найдешь меня там. Нюберг не ответил, он уже с головой ушел в работу. Выйдя на улицу, Валлендер понял, что у него зреет несколько иной план. В управление он не поедет, вернее, поедет, но не сейчас. Мариана Фальк упомянула про некую Сив Эриксон, которая может рассказать, чем, собственно, занимался Тинес Фальк, и живет она совсем рядом. По крайней мере, ее офис здесь неподалеку. Он оставил машину на площади, зашагал по Лонггаттен в сторону центра, а потом свернул направо на Скансгренд. Город словно вымер. Дважды комиссар останавливался, оглядывался назад. Никого. Ветер не унимался, и он, продрог, на ходу опять вспомнил про выстрел. Интересно, когда он окончательно осознает, как близко была смерть, и каково ему тогда будет? Вот и дом, о котором говорила Мариана Фальк. Табличку он увидел сразу. Сэр Кон, Сив Эриксон, консультант. Офис располагался на втором этаже. Он на удачу нажал кнопку домофона. Если здесь только офис, придется выяснять домашний адрес. Ответили почти сразу же. Валандер наклонился к микрофону, сказал, кто он и по какому делу. Женщина, ответившая на звонок, молчала, но тотчас послышалось жужжание. Дверь открылась. Комиссар вошел. Поднявшись по лестнице, он сразу увидел Сив Эриксон. Она стояла в дверном проеме, ждала его. И, несмотря на тусклое освещение, он узнал ее. Вчера вечером она была среди дам, перед которыми он выступал. Он и руку ей пожал, но имя, понятно, не запомнил. Одновременно он мельком подумал. Странно, что она сама не связалась с управлением. Хотя определенно знала, что Фальк скончался. На миг его захлестнула неуверенность. Может, она все-таки ни о чем не подозревает? Может, ему придется сообщить ей о смерти коллеги? Прошу прощения за поздний визит, сказал он. Сив Эриксон пропустила его в переднюю, откуда-то тянула уютным запахом горящих дров. Теперь он хорошо видел ее. Лет сорок, темные волосы до плеч, резкие черты лица. Накануне вечером он так нервничал, что ни ее, ни других толком не разглядел. Но сейчас, стоя перед ней, смутился, а такое бывало с ним только, когда женщины казались ему привлекательными. «Я должен объяснить, почему пришел», — сказал он. «Мне уже известно, что Тиннеса нет в живых. Мариана позвонила. Валандер отметил, что она опечалена. У него отлегло от сердца. За долгие годы полицейской службы он так и не привык сообщать о смерти. Вы вместе работали и, наверное, близко знали друг друга». «И да, и нет. Мы действительно близко знали друг друга, очень близко, но только по работе». «А может, все-таки не только», — подумал Валандер, которого на миг пронзила ревность. «Я полагаю, дело действительно важное. Раз полиция вечером приходит с визитом». Она подала ему плечики. Следом за нею комиссар прошел в гостиную, обставленную с большим вкусом. В камине горел огонь. «Похоже, и мебель, и картины стоят немалых денег». «Что вам предложить?» «Виски», — подумал Валандер, — «мне бы не повредило». «Спасибо, это не обязательно», — сказал он. Сел в уголок темно-синего дивана. Сив Эриксон опустилась в мягкое кресло напротив. Он обратил внимание, что у нее красивые ноги, и вдруг заметил, что она перехватила его взгляд. «Я к вам прямо из офиса Тиннеса Фалька», — сказал комиссар. «Кроме компьютера там ничего нет». Тиннес был весьма аскетичен, любил работать в чистоте. Собственно, я и пришел по поводу его работы. Меня интересует, чем он занимался. Или чем занимались вы оба. Мы сотрудничали, но не всегда. Начнем с того, чем он занимался в одиночку. Валандер пожалел, что не созвонился с Мартинсоном. Есть риск, что ответы, которые он услышит, окажутся для него китайской грамотой. Вообще-то и сейчас не поздно вызвонить Мартинсона. Однако в третий раз за вечер Валандер передумал. «Я не очень разбираюсь в компьютерах», — сказал он. «Поэтому вам придется объяснять как можно проще, иначе я не пойму». Она улыбнулась. «Удивительно. Вчера вечером, когда я слушал ваш доклад, у меня сложилось впечатление, что полиция широко использует компьютеры. Ко мне это не относится. И многим из нас по-прежнему приходится работать с людьми, а не только нажимать на клавиши или посылать и принимать мейлы». Сив Эриксон встала, подошла к камину, помешала кочергой жар. Валандер смотрел на нее, но когда она обернулась, быстро отвел глаза. «Что вы хотите узнать?» «И почему?» Валандер решил сначала ответить на второй вопрос. «У нас возникли сомнения, что Тиносфальк скончался по естественным причинам от острого приступа некоего заболевания, хотя экспертиза изначально пришла к выводу, что у него случился инфаркт миокарда». «Инфаркт?» Сив Эриксон явно была искренне удивлена. Валандеру немедля вспомнился врач, который специально явился к нему, чтобы опротестовать медицинское заключение. «Странно слышать, у Тиноса и нелады с сердцем. Он был прекрасно тренирован. Другие говорят то же самое. Отчасти поэтому мы и стали все проверять. Вопрос в том, что вызвало смерть, если исключить приступ болезни?» «Разумеется, сама собой напрашивается мысль о насилии. Или же о несчастном случае. Может, он просто споткнулся, упал и так неудачно ударился головой, что умер». Сив Эриксон недоверчиво покачала головой. «Тинос никого бы к себе не подпустил». «В каком смысле?» «Он всегда был предельно собран и внимателен. Часто говорил, что на улицах чувствует себя неуверенно, а потому неизменно держался на стороже и реагировал очень быстро. Вдобавок он владел приемами какого-то азиатского боевого искусства. Не помню, как оно называется. Что, кирпичи рукой разбивал? Вроде того». «Значит, по-вашему, это был несчастный случай?» «Я думаю, да». Валандер молча кивнул, потом продолжил. «Меня привели к вам и другие причины, но о них я сейчас, к сожалению, рассказать не могу». Она налила себе бокал красного вина, осторожно поставила его на подлокотник. «Вы, конечно же, понимаете, что разбудили вам нелюбопытство?» «Увы, рассказать пока ничего не могу». «Ложь», — подумал Валандер. «Что-то не позволяет мне говорить, хотя я мог бы сказать много больше. Просто сижу и наслаждаюсь некой странной властью». Сив Эриксон оторвала его от размышлений. «Что же вы хотите узнать?» «Чем Тинес Фальк занимался?» «Он был очень успешным системным разработчиком». Валандер поднял руку одну минуту. «Что это значит?» «Он разрабатывал компьютерные программы для различных предприятий. Либо адаптировал и улучшал уже существующие программы. И говоря «успешный», я именно это и имею в виду. Он получал много интересных и сложных предложений из Азии, из США, но всегда отвечал отказом. Хотя мог бы заработать большие деньги. Почему же он отказывался? На ее лице вдруг появилось озабоченное выражение «Вообще-то я не знаю». Но вы с ним говорили об этом? Тинес рассказывал о полученных предложениях и о предусмотренных гонорарах. На его месте я бы не раздумывая согласилась, а он нет. Он объяснял почему. Говорил, что не хочет, ему это не нужно. Значит, денег у него было много? Да нет, не думаю. Случалось, он брал у меня взаймы. Валандер наморщил лоб. Чутье подсказывало, что они приближаются к чему-то весьма важному. Больше он ничего не говорил. Нет, мол, ему это не нужно. И все. Если я пыталась расспрашивать, он меня обрывал. И на раз даже очень резко. Границы устанавливал он сам, не я. Что же он вместо этого имел? Лихорадочно думал Валандер. Что крыл из-за его отказами? В каких случаях вы работали сообща? Что при этом играло решающую роль? Ответ Сив Эриксон удивил его. Степень занудности. Не понял. Во всякой работе есть скучные элементы. У Тинеса на них не хватало терпения. Вот он и отдавал все скучное мне. А сам тогда мог заняться сложным и интересным, порой даже новаторским, до чего раньше никто не додумался. И вы этим довольствовались? Нужно знать свой потолок. Для меня эта работа не так уж и скучна, и талантом его я не обладаю. Как вы познакомились? До тридцати лет я была домохозяйкой, потом развелась и пошла учиться. Как-то раз Тинес читал нам лекцию и совершенно меня заворожил. Я спросил, не найдется ли для меня работы. Сперва он сказал нет, но через год позвонил. Первой нашей работой была система банковской безопасности. В чем она заключалась? В наши дни деньги переводятся со счета на счет с головокружительной быстротой. Курсируют между частными лицами и предприятиями, между банками в разных странах. И всегда есть люди, которые норовят вторгнуться в такие системы. Единственный способ противостоять им все время быть хотя бы на шаг впереди. И этот дуэль продолжается непрерывно. Звучит очень актуально. Это на самом деле актуально. С другой стороны, мне странно, что одинокий компьютерный консультант из эстада может решать такие сложные задачи. Одно из огромных преимуществ новой технологии состоит в том, что ты всегда связан со всем миром, где бы ни жил. Тиннес совещался с предприятиями, с изготовителями комплектующих и с другими программистами по всему свету. Из своей конторы здесь, в эстаде? Да. Валандер медлил, толком не зная, как продолжить разговор. Ему по-прежнему было не вполне ясно, чем занимался Тиннес Фальк. Но он понимал, что без Мартинсона его попытки вникнуть в мир электроники не имеют смысла. Кроме того, необходимо срочно связаться с техническим отделом главного управления. Комиссар решил сменить тему. У него были враги? Задавая этот вопрос, он пристально смотрел на Си Ферриксон, однако увидел только искреннее удивление. Да нет, по-моему. В последнее время вы не замечали за ним ничего особенного? После некоторого размышления она ответила, нет, он был такой же, как всегда. То есть капризный, вспыльчивый и по обыкновению много работал. Где вы встречались? Здесь. В его офисе я никогда не бывала. Почему? По правде говоря, я думаю, он опасался бацилл, а вдобавок терпеть не мог, чтобы кто-то пачкал ему полы. По-моему, он страдал манией чистоты. Мне кажется, Тиннес Фальк был весьма сложной натурой. Да нет, если привыкнешь, такой же, как большинство мужчин. Валандер с любопытством наблюдал за ней. А какие они, большинство мужчин? Сифериксон улыбнулась. Это личный вопрос? Или он касается Тиннеса? Я личных вопросов не задаю. Она видит меня насквозь, подумал Валандер. Ну, а ничего не поделаешь. Мужчины ребячливы и тщеславны, хотя упорно утверждают обратное. Звучит слишком уж общо. Я думаю, именно так, как сказала. И Тиннес Фальк был таким? Да. Но не только. Он умел быть щедрым, платил мне больше, чем следовало. Но его настроения были совершенно непредсказуемы. Он был женат и имел детей. О семье мы никогда не говорили. Год прошел, пока я узнала, что он женат и имеет двоих детей. Кроме работы, он чем-нибудь интересовался? Я не замечала. Совсем ничего не замечали? Совсем. Но друзья-то у него были? Ну, верно. Он общался с ними через компьютер. За четыре года знакомства ему даже открыток ни разу не приходило. Откуда вы знаете? Вы же у него не бывали. Сиф Эриксон зааплодировал. Хороший вопрос. Его корреспонденция должна была идти на мой адрес. Только вот ничего так и не пришло. Вообще ничего. Понимаете, мой ответ буквально. За все эти годы не было ни единого письма, ни единого счета. Ничего. Валандер намурщил лоб. Загадочная картинка. Корреспонденция переведена на ваш адрес. Но за все годы ничего не поступило. Ну, изредка на имя Тиннеса приходила реклама. Однако это и все. Наверное, он имел еще один почтовый адрес. Вероятно, но мне этот адрес неизвестен. Валандер думал о двух квартирах Фалька. На румерс-трёмс-торг не найдено ничего. Но ведь и на Апельбрехс-Гаттен он никакой корреспонденции не видел. — Это надо провентилировать, — сказал комиссар. Тиннес Фальк, похоже, чертовски любил секретничать. Может, некоторые не любят получать корреспонденцию, а некоторые, наоборот, любят. Валандер неожиданно исчерпал свои вопросы. Тиннес Фальк оставался сплошной загадкой. — Слишком я тороплюсь, — подумал он. — Надо бы сперва глянуть, что у него в компьютере. Если он вел какую-то особую жизнь, то мы обнаружим ее, скорее всего, именно там. Сив Эриксон подлила себе вина, спросила, не передумал ли он, может, и ему налить. Он отрицательно покачал головой. — Вы сказали, что близко знали друг друга. Но, насколько я понял, Тиннес Фальк вообще-то всех держал на расстоянии. Он действительно никогда не рассказывал о жене и детях. Никогда. А что именно он говорил, если упоминал о них? Так хранял внезапные и неожиданные реплики. Сидим, например, работаем, а он вдруг говорит, что у дочери день рождения. Но расспрашивать было бессмысленно. Мигом обрежет. — Вы бывали у него на квартире? — Нет. — Ответила она быстро и решительно. — Чуть слишком быстро и чуть слишком решительно, подумал Валандер. Может, все-таки между Тиннесом Фальком и его помощницей кое-что было? На часах уже девять. Огонь в камине потихоньку догорает. — Полагаю, в последние дни никакой корреспонденции для него тоже не приходило? — Нет. — Как по-вашему, что с ним произошло? — Не знаю. Я думала, Тиннес доживет до глубокой старости. Во всяком случае, он на это рассчитывал. Наверное, произошел несчастный случай. — А он не мог страдать каким-то заболеванием, о котором вы не знаете? — Мог, конечно, только мне как-то не верится. Валандер прикидывал, не рассказать ли ей, что труп Тиннеса Фалька исчез. Но решил пока умолчать и заговорил о другом. В его офисе мы нашли чертеж, трансформаторной подстанции. Вам он знаком? — Я вообще плохо представляю себе, что это такое. Одно из сооружений компании «Сюткрафт» неподалеку от Эстада. — У него был целый ряд заказов от «Сюткрафта», это мне известно. Но я не имел к ним отношения, сказал Исиф Эриксон после некоторого раздумья. Тут комиссару пришла в голову одна мысль. — Я попрошу вас составить список проектов, над которыми вы работали сообща, — сказал он, — а также список тех проектов, над которыми он работал один. — За какой период? — Для начала, за последний год. Возможно, у Тиннеса были заказы, о которых я не знала. Я побеседую с его ревизором. Он наверняка вел учет всех заказчиков, но вы списочек все-таки подготовьте. — Прямо сейчас? Можно завтра? Сиф Эриксон встала, помешала угли. Мысленно Валандер пытался быстренько сформулировать объявление, которое побудило бы ее ответить. Она снова села в кресло. — Не хотите перекусить? — Нет, спасибо, я сейчас уйду. — Не похоже, чтобы мои ответы вам помогли. — Теперь я знаю о Тиннесе Фальке больше, чем до прихода к вам. Работа полицейского требует терпения. — Что ж, — подумал он, — и правда пора идти. Вопросов пока нет. Он встал. Я еще свяжусь с вами. Но буду очень признателен, если завтра вы предоставите мне список, о котором мы говорили. Перешлите по факсу. — А по мейлу можно? — Конечно. Только я, увы, не знаю ни номера факса управления, ни электронного адреса. — Ну, это я выясню. Она проводила его в переднюю. Валандер надел куртку. — О норках Тиннес Фальк с вами никогда не говорил? — спросил он. — Господи, да с какой вы стати? — Просто любопытно. Сив Эриксон отперла дверь, а Валандеру до боли хотелось остаться. — Доклад у вас получился хороший, — сказала она. — Только вы очень нервничали. — Бывает, когда ты один, а вокруг столько женщин. Они попрощались, комиссар спустился вниз и уже собирался открыть входную дверь, когда зазвонил мобильник. — Ты где? — спросил Нюберг. — Неподалеку. А что? — Думаю, тебе лучше всего вернуться сюда. Нюберг отключился. Сердце у Валандера учащенно забилось. Нюберг звонил лишь в экстренных ситуациях. Значит, что-то случилось. Глава семнадцатая Не прошло и пяти минут, а Валандер уже был на Ронестремсторг. Поднявшись в мансарду, он сразу увидел Нюберга. Тот стоял на лестничной площадке и курил. Да, криминалист в самом деле жутко устал, потому что курил, только доработавшись до полного изнеможения. Последний раз Валандер видел его с сигаретой несколько лет назад во время сложного расследования, которое закончилось поимкой Стефана Фредмана. Нюберг тогда стоял на причале у озера, откуда только что вытащили труп, и вдруг рухнул ничком. Комиссар подумал, что с ним случился инфаркт, и он умер. Ну а через секунду-другую Нюберг открыл глаза, потом попросил сигарету и молча курил, а затем, не говоря ни слова, продолжил осмотр места преступления. Нюберг затоптал сигарету и тивком позвал Валандера за собой. Я начал осматривать стены, сказал он, что-то у меня не сходилось. Со старыми домами так бывает, когда производят перепланировку, нарушающую первоначальный замысел архитектора. На всякий случай я решил все обмерить, и вот что обнаружил. Нюберг провел Валандера в один из коридоров, к ниши, где раньше, вероятно, был дымоход. Я простучал в стену. Судя по звуку, за ней пустота, а потом нашел вот это. Нюберг показал на плинтус. Валандер присел на корточке. Действительно, еле заметный стык, и в стене щелка, заклеенная скотчем и слегка закрашенная. — Ты посмотрел, что там? — спросил комиссар. — Нет, ждал тебя. — Действуй. Криминалист осторожно удалил скотч. Перед ними была небольшая дверца, примерно полтора метра в высоту. Затем он шагнул в сторону. Валандер толкнул дверцу, которая бесшумно открылась. Нюберг посветил фонариком внутрь. Помещение оказалось просторнее, чем думал комиссар. — Интересно, знает ли о нем Сеттерквист? Он взял у Нюберга фонарик, посветил по стенам. — Ага, вот и выключатель. — Приблизительно восьмиметровая комната. Без окон. Но с вентиляционной отдушиной. Никакой мебели, кроме стола, напоминающего алтарь. На столе два посвечника, за ними на стене портрет Тиннеса Фалька. Валандеру показалось, что фотографии и сделаны в этой комнате. Он попросил Нюберга подержать фонарь, а сам присмотрелся к снимку. Тиннес Фальк глядел прямо в объектив с серьезным видом. — Что это у него в руке? — спросил Нюберг. Валандер достал очки, наклонился поближе. — Не знаю, как по-твоему, — сказал он, выпрямившись, но, на мой взгляд, в руке у него дистанционный пульт. Они поменялись местами. Нюберг в конце концов с ним согласился. В руке у Тиннеса Фалька действительно был обыкновенный дистанционный пульт. — Только не спрашивай, что это значит, — сказал Валандер. — Я понимаю, не больше, чем ты. — Он что, сам себе поклонялся? Крыша у мужика поехала? — Не знаю. Они отошли от алтаря, снова огляделись. — Ничего. Только этот маленький алтарь. Валандер надел пластиковые перчатки, которые принес Нюберг. Осторожно снял портрет со стены, глянул на обратную сторону, надписи «нет». Передал фотографию Нюбергу. — Посмотри повнимательнее. — Может, это помещение — часть некой системы? — неуверенно предположил Нюберг. — Как китайские шкатулки. Нашли одну потайную комнату. Так, может, найдем еще? Они вместе обошли помещение, но никаких потайных дверей больше не обнаружили. — Ты вообще что-нибудь нашел? — спросил Валандер. — Нет. Такое впечатление, будто здесь недавно все хорошенько прибрали. Тинес Фальк очень пекся о чистоте. Валандеру вспомнились запись в журнале и слова Сиф Эриксон. — Думаю, сегодня мне тут больше нечего делать, — сказал Нюберг. — Но завтра с утра, конечно, продолжим работу. — Завтра мы доставим сюда Мартинсона. Я хочу знать, что у Фалька в компьютере. Комиссар помог Нюбергу собраться. — Как, черт побери, можно поклоняться себе самому? — недоуменно воскликнул криминалист, когда они приготовились уходить. — Примеров тому сколько угодно, — отозвался Валандер. — Через несколько лет я от них избавлюсь. От психов, сооружающих алтари и возносящих молитвы перед собственным портретом. Они загрузили Нюбергова причиндала в машину. Ветер усилился. Валандер на прощание кивнул криминалисту. Тот сел за руль и покатил прочь. На часах почти полодиннадцатого комиссар проголодался. Ехать домой и заниматься стряпнёй ему совершенно не хотелось. Он сел в машину и двинул в гриль-бар на Мальмёвеген. Несколько юнцов громыхали игровым автоматом. У Валандера язык чесался прицикнуть на них, но он смолчал. Украдкой глянул на газетные анонсы. О нём как будто бы ничего. Но полистать газеты не рискнул. Незачем. Наверняка что-нибудь дотиснули. Может, фотограф не один кадр щёлкнул. Или мамаша Эвы Персон нового вранья наплела. Взяв с собой сосиски и порцию картофельного пюре, он вернулся в машину. Откусил сосиску. И немедленно обкапал горчицей мартинсоновскую куртку. Первым побуждением было открыть дверцу и выкинуть всё к чёртовой матери. Но он сделал над собой усилие, успокоился. Покончив с едой, Валандер задумался, куда поехать, домой или в управление. Конечно, хорошо бы поспать, но беспокойство не отступало ни на миг. И он поехал в управление. В кафетерии безлюдно. Кофеварку починили. Однако кто-то пришпилил рядом сердитую записку, что незачем со всей силы дёргать рычаги. — Какие рычаги? — подумал комиссар. — Единственное, что нужно сделать, подставить чашку под краник и нажать на кнопку. Никаких рычагов тут отродясь не бывало. Взял с собой чашку кофе, пошёл в кабинет. В коридоре ни души. Сколько одиноких вечеров он провёл в кабинете за долгие годы службы, даже сосчитать невозможно. Когда-то они с Моной ещё не расстались, а Линда была совсем маленькая. Разъярённая Мона однажды вечером явилась к нему с ультиматумом, мол, выбирай, или работа, или семья. В тот раз он безропотно пошёл с ней домой, но во многих других случаях наотрез отказывался. С курткой Мартинсона Валлендер наведывался в туалет, попробовал очистить пятна. Увы, безуспешно. Вернулся в кабинет, подвинул к себе блокнот. И следующие полчаса пытался по памяти записать всё, о чём говорил Сив Эриксон.